Солдаты ждут Анапский караван, ведь он из дома, везет тепло сердец их мам. Едешь, едешь, а тут вот что случилось. Вот что случилось, посмотри. На скорости 100 км в час, груженый УАЗик. Чуть не перевернулись. А мы ехали, знаете, где у него аж, короче, вот так аж пошло. Мы выходим уже на трассу, здесь слышна сейчас стрельба автоматов и одеваем броники. Все, сели. Колеса родно! Это было дрифт, буханочка. А там взрывы, представляешь? Охренеть, а такого еще у меня не было. Наше сопровождение чуть оторвалось от нас. Это такое пострадавшее транспортное средство от прилета. Отсюда у нас будет начало нашей движухи. У нас едет Соболь, едет буханка полностью груженная и вот такой вот большой крокодил. И отсюда нам еще приносят одну посылочку, которая достанется нашим бойцам. Всем здравствуйте, ребята! Это будет видео про шашлык номер два на Днепре. Мы с собой взяли 25 килограмм мяса, а самое главное взяли шашлычника, который нам это все пожарит. Давайте знакомиться. Меня зовут Юрий Азаровский. Представляю всех остальных. Меня зовут Елена. Я из Тамани. Муж сейчас находится в зоне боевых действий. И я от себя лично и от мамы моего мужа хочу передать вам, всей вашей команде большое спасибо. 8 числа у нее день рождения. И для нее это будет лучший подарок, если вы ее любимому сыночку передадите теплые сапожки и вкусные конфетки. Супер! А как ее зовут? Надежда Григорьевна из Волгоградской области, город Фролова. Она ваша подписчица, она вас очень любит. Надежда Григорьевна, с днем рождения. Я надеюсь, что вы в этом видео увидите момент передачи. Вам здоровья, счастья и долгих лет жизни. И мы обязательно дождемся. Это самое важное. Так, Буханка у нас уже куда-то поехала. Куда она поехала? Заправляться еще. У него еще есть место. Представься тоже. Амазас Пирьян. Руководитель движения нашего. Уже мы зарегистрировали благотворительный фонд. Время помогать людям. И депутат совета города Анапа. Как вас зовут? Дмитрий Загвоздин, депутат совета муниципального образования. Выезжаем до последней заправочки. Заправляем все это первое. У нас депутаты размножаются. Анапа переживает. Сейчас всех депутатов увезем на СО. А души... Блогеров тоже вернем обязательно. Дай бог. Идем знакомиться дальше. Самое главное, что кого бы взяли, это шашлычника. Тебе, брат, не кажется, что ты слишком палетний был одет? Представься. Нет, у меня еще кофта есть. Артур, Малхаз. Одним словом. Самый главный шашлычник в Сея Руси взял с собой 25 килограмм мяса. Взял свои профессиональные шампуры и будет жарить шашлык на Днепре. Да, с Богом. Душе, как тебя зовут? Рома. Рома у нас на Соболе. Говорит, что Соболь его стал известен, а его ни разу не показывали. Какой раз уже этичное слово? Третий. То есть он уже третью поездку делает в благотворительных целях, доставляя нашим ребятам грузы, которые им жизненно необходимы. Ему тоже огромное спасибо. И остался у нас еще Евгений. Евгений. Представься. Евгений Грошев, школа ремесел, город Анапа. Вам он может быть известен как человек, который отремонтировал металлическую лестницу. Я лично ему тоже донатил, помогал и распространял. От души тебя, спасибо за твою работу. И вот теперь он едет с нами на СВО. Также он у нас как волонтер, время помогать людям, помогает с гуманитаркой, будет делать стеллажи для ваших передачек и посылок от души Жень. Я вам хочу показать, что у нас газель процентов на 70 заполнена. Это у нас на вторую и третью точку идет. Так бы у нас в легковые все не влезло. То есть вы увидели в начале, наша большая машина заполнена грузами. Здесь газелька. И сейчас вам покажу, что в буханке происходит. На самом деле как бы очень холодно. А я тут такой вот в одной кофточке. Итак, наша буханочка. Красавица. Как и обещали, едем. Ну, я думаю, историю этой машины вы можете посмотреть под ссылками внизу. Как мы ее покупали, как ремонтировали, как ребята в первом видео про шашлык на Днепре просили ее им пригнать. Мы ее отчеринговали и она сейчас отправляется в зону ИСВО. Так, подожди, 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 подожди секундочку. А ну, открой дверку. Вот так сделаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас водитель этой буханочки. Представься, как тебя зовут? Я уже говорил, Михаил меня зовут. Михаил, это было просто для телеграмма небольшое видео. А вот здесь вот именно большой ролик, который мы снимаемся. Ты чуть перегрузил, да, из нее? Потому что тяжело-то, да? Для нее много, слишком загрузили. Плывет она, плывет. Свет, я думаю, там покажем, в общем, все забито, просто до отказа в это место передали родственники огромное количество просто подарков для своих ребят. Все довезем, не переживайте, все хорошо. Дай бог. Ну, поехали. От винта. Все, Пушкис. Ну и, друзья, не забывайте, вы можете также поддерживать наших солдат на передовой. Мы будем стараться доставлять и ваши посылки, и все ваши передачки непосредственно в руки. Номер телефона, по которому можно сделать перевод, вы видите на экране. А также в описании ролика и непосредственно в комментарии первом написаны координаты нашего фонда. Можете переводить денежки туда, если мне не доверяете. От души. Поехали, друзья. Мы в этот раз где-то за час пятьдесят прошли мост, то есть все хорошо, но есть один маленький момент, что у нас теперь не работает левая сторона моста, работает только правая. То есть буквально вчера приезжал президент наш Владимир Владимирович Путин, открыл мост, проверил сам ремонт его после того, как были уничтожены четыре пролета. И после его отъезда Мантуров у нас сразу же закрыл левую сторону, потому что там тоже есть повреждения на четырех пролетах. И их также будут ремонтировать. Ну и давайте посмотрим, как был выполнен ремонт. И самое главное, что мы быстро в этот раз прошли, потому что четыре с половиной часа и час пятьдесят это прям огромная разница и мы уже едем в Крым. Мы подъезжаем к карочкам моста, но перед этим хочется рассказать, что буквально месяц назад был разрушен Крымский мост, а сейчас уже его восстановили, по крайней мере правую часть, где упали пролеты. Вчера проезжал здесь президент, открывал его, а сегодня уже вот левую сторону закрыли. Теперь проезд только по правой стороне. С левой стороны можем увидеть, что идет как раз-таки ремонт и будут менять, скорее всего, также полотна. А здесь вот новый асфальт как раз-таки уложен в том месте, где вообще не было этих самых пролетов. А с другой стороны полностью разбирают. Да, походу, что будут менять также целиком. С левой стороны обещают в течение года также восстановить ЖД линию. И сами арочки в цветах российского триколора выглядят вообще просто восхитительно. Каждый раз, когда проезжаю, любуюсь и очень радуюсь тому, что Крымский мост стоит, стоял и стоять будет. Дай бог, как говорится, от души этому случится. У нас заднее правое колесо на Буханке. Сосок начал спускать. Его пытались подкачать еще. Усугубили ситуацию. Вроде поставили более-менее на место. Подкачали до трех с небольшим. И теперь бы нам где-нибудь в Крыму найти круглосуточную щеномонтажку. Вопрос заключается в том, что нам сказали, что через 30 километров Белогорск, но там ни одной щеномонтажки, они не знают, которые работают круглосуточно. В общем, у нас Буханка идет по серединке. Мы следим за тем, чтобы она ехала нормально. Вот такие вот дела. Вот, что случилось, посмотри. На скорости 100 километров в час груженый УАЗик. Чуть не перевернулись. А мы ехали сзади, у него аж... Короче, вот так аж пошло. Но он кое-как, не знаю, как ты смог, красавчик. Молодец. Вот так вот. А там уже набух пошло, был сюда, да. Мы можем. Охренеть, там дна не видно, короче. Приключения нас ждут, ребята. Вот это вот, наверное, фантастика. Сейчас будем поднимать ее. Смотри, ребята, уже откручивают запаску. Диск вроде не погнуло, то есть все нормально. Ремонт уже пошел. Хорошо, что есть запаска, будем надеяться, запаска нормальная. Вот это все, больше вопрос. Ну, я думаю, нормально. Мы уехали дальше, вот возвращались обратно. Сейчас с домкратом поднимем, можно? Да. Вернемся к приколам. У нас есть офигенный домкрат, ребят. Ключ, от которого потерян. Он лежал в этой двери, но его нету. Вот такие дела. Ну, ребята, сейчас пытаются колесо уже открутить. Домкрат вообще шумнордился. Самое интересное, что это впервые пользуется вот этим вот устройством. Обратите внимание, что депутаты будут пользоваться даже такими. У меня прям стерео такое златное. Вообще блогеры одни. Потому что у него есть такой, что когда надо будет нам его опустить, поднять, я понимаю, как. А когда надо будет опустить... А я с него съеду, не могу ничего. Он тебе пробьет, сцепован его. Вот тут надо цепить. Тут надо... Давай, ломай все. Давай. Так, запомните лица тех мужиков. Колесо сорвание. Да. Мне нравится наша российская действительность. Один-двое работает. Раз, два, три, четыре. Ну, я пятый, короче, курят. Мы с ними, да? Мы поддерживаем. Ребята, мы с вами. Вот все, правильно делаешь. Да, молодец. Слушайте, это топ-донкрат. Давай его перевернем нахрен, раз он атак... Попытка номер два. Тут я уже, короче, волшебной ногой все починил. Вроде втроем с одним донкратом. Внимательно смотрим. Это все, если что под контролем его было сделано. А ты не гладь больше. А я вообще говорил, что все будет хорошо. Ты чувствуешь? Внимание. Смотрим. О, господи. Это что было? Смотри, сейчас она чуть-чуть уже поднимается. Давай, 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 Артурте, потихонечку. Тихо, тихо, не спешит. Вот только-только. Стоп, стоп, все. Артур, хватит, хватит. Там слезу есть? Прошло. Хватит. Стоп, стоп. Есть. Стой, держи так, все, держи так. Это просто фантастик. Силовой домкрат. Огонь. И решающий момент, решающий, кто спад положения. Нормально, все, закручивай спокойно. Я сейчас говорю, да? Вместе это все. Сколько надо мужиков, чтобы поменять одно колесо? Два депутата? Один шашвычник, да? И профессиональный водитель. Вот что надо. А еще один в машине сидит, тормоза нажимает. А Женя молится. О, точно. Из всех, да? Остановилась сейчас женщина и пыталась нам помочь. Говорит, Артур, дай подержу. Все, ребята. Это я понимаю, командная работа. Все, закрываем. Баллон убрали. Впоследствии нам газельку. Но без приключений было бы неинтересно, да? Что ты хотел сделать, когда увидел, как в машину понесло? Ну, скажи. Нет, ты понимаешь, я не то, что радовался. Я именно в этот момент, почему хотел, как он удержал его. Так он идет, понял, вот так. И он реально виден, что удерживает. Ну, вот он, водитель, правильно я говорю. Наверное, со стороны. Да, со стороны. Ну, кое-как я его удержал. Я только боялся, лишь бы на бок не ушел и все. Дереки закрылись, пампер починили. Колесико пока запускное. Все, капитальные красавчики все. Поехали дальше. Для счастья нам не хватало только тумана. Такого, чтобы вообще ни хрена не видеть. Что дальше? А это, друзья, Красноперекопский. У нас очередная встреча на заправке. Правда, мы опоздали часа на полтора. Потому что колесо, потому что потом нечего загадывать на дороге, ничего. Это, в общем, нам передают здесь вот такой вот генератор ребятам. Не хотят светиться. И еще одна коробочка с продуктами. А это кто ваши знакомые, друзья? Знакомые. Знакомые. Это 4 часа знакомые. Но решили помочь ребенку. А сами откуда? Теплые штаны-то. Сами откуда вы? Мы с Жанкоя, а мальчик со Смоленска. Вот так вот. И они служат как раз-таки в части у нас по пути. Мы им заведем генераторы со штанишками. Да, они очень ждут. Даже не верили, что так возможно. Потому что он мне позвонил вчера буквально. Я ему сказала, что уже посылку все точно. Так он говорит, не может быть. Не верит. Спросил у командира. Командир сказал, машины нету, чтобы забрать ее с Армянской. Я говорю, ну уже ребята везут. Уже все они. Да вы что? Я говорю, да. Так что спасибо вам огромное. А то ребята уже все. Они там надежду потеряли. Смотрю, они такие унылые вообще. Все нормально. Так привет им. Хотите передать что-нибудь пожелать? Ну, мы с Лавой как бы хотели просто увидеть. Так что вы живы и здоровы. Да. Отдушу. Так, бодрое доброе утро. 7 часов 15 минут. Всем привет. Мы стоим на Перекопе. Пункт пропуска. Поспали здесь 2 часа. Нас, правда, отогнали от пункта. Но мы были между ФСБ и военными. Интересный был сон. Дмитрий Сергеевич готовил вкусную яичницу. Утренний завтрак. Значит, Юра сварил вкусный кофе. Капучино. Ничего себе. Ты мне тут рассказывал. Слушай, скажешь, мы тут вакшири. О, наши все ребята. Мы готовимся на старт. И погнали. Впереди нас ждет увлекательное путешествие, которое нифига особо не видно. Туман также присутствует. Дорога будет сейчас в ближайшие километры. Прям печальная. Нам сейчас надо будет выехать на берег Днепра. Появляется потихонечку весь свет. Солдатов не будет. Проезжаем развилку каналов. Как раз таки здесь каналы у нас спущенные были. Там солдаты стояли. Наша движуха идет. Туман. Прям вообще жуткое зрелище, так сказать. Немножко страшная дорога. Вот здесь, можно сказать, просто трасса по сравнению с тем, что мы проехали уже. Это Чаплинка называется. Ребята. Ферсонская область. Дети в школу ходят. Машинки ездят. Магазины работают. Мы ищем почту. Но Амазас почему-то не хочет спрашивать, где она. Решил найти ее по наитию. А я ее ловью, короче. Здравствуйте. Здравствуйте. Не подскажете, где почта? Почта? Да. Дальше по Ленину, она там закрыта. А от Сосхакена? Нет, я имею в виду, дорога прямо закрыта. А, не проехать, а объезжать надо? Да, надо объезжать. А как объехать? Поворачиваете сейчас налево. Ага. Потом прямо за мостом. Ага. Потом направо. В общем, там людей спросите. Понял, спасибо. На почте есть сим-карты. Почему нам, собственно, почта? Смотрите, какие люди культурные. На утром почте, поэтому надо... Идет поворот сейчас налево. Угу. Первый. Да. Потом после рынка, после магазинов. Едите до перекрестка. Опять налево. Угу. До поворота направо. И по прямой. После автостанции будет здание. Такое длинное. Угу. А там попробуйте. Спасибо. Спасибо большое. Смотрите, ребятки, вот такие современные домики. Вот с такими саманными соседствуют. Это напоминает мне разнообразные рассказы. Там вечера на хуторе близ Диканьки и так далее. Очень много велосипедистов встречаются по городу. А еще больше нравится то, что прям все разговаривают, улыбаются, отвечают на вопросы. Нигде грубости не слышали. Кстати, посмотрите, вот вам большое здание. Это что-то похоже на школу. Что хочется отметить. Сейчас вот тут проехали. Было мясо. В магазине очень много людей. Аптека прям очередь стояла. И мы вот приехали куда-то в центр поселка. Вон очередь куда-то. Куда-то. Может нам туда же надо? Я просто когда очередь, думаю, просто всегда надо вдруг что-то важное. Повар, спорт, каштан, магазинчики. Лично вот осень выглядит все-таки страшненько. Но посмотрите, как красиво деревья посажены все. На многих улицах. Тротуарчики, велосипедисты. Вот к чему надо стремиться в Анапе. Больше зелени, больше тротуаров. А мы и стремимся. Скамеечка вот здесь тоже нет. И мусора тут не вижу. Их, кстати, чисто. И мусора нет. Да, и чисто. Вот сейчас мы почувствовали эту ментальность. Как она правильно называется? Украинскую. Дальше, говорит. Сначала езжайте, остановимся. Мужик нам говорит, не туда вы поехали. Он пошел подсказывать, где почта. Вернулся обратно. Вот насколько разные здесь люди. По правую сторону, метров 150. Так в елочках здания. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вот насколько разные люди. Кто-то подходит, вернулся, да, чтобы подсказать, а кто-то... Дальше, дальше. Дальше. Это вот западная Украина и близкие к нам разницы. Может, опять очередь. И здесь опять очередь. Свет крыжа, это говорит, прикол. Слушай, ну там свет горит, может, можно уже зайти. Пойдем попробуем. Так, это битва адаптических депутатов, ребята, если что. Так, кому подножку ставим? Значит, по крайней мере, мы живы, а с ними мы попрощались. То есть они остаются здесь ждать сим-карты, а мы едем делать колесо. Во всю. Поехали. Обратите внимание, цены на заправки не указаны. Говорят, метчик по 100-125 рублей здесь. Нам сейчас подсказали, что где-то впереди должна быть. Здесь буквально заправка, повороты, где-то шиномонтаж. Менталитет все-таки у людей здесь абсолютно разный. И так ты понимаешь, насколько может это все отличаться от женщин, которые тебе говорят возле прям почты, говорят, езжайте еще, езжайте. До мужика, который на велосипеде возвращается, тебе рассказывает о том, что, блин, вот тут, ребята, все находится. Шиномонтажка работает. Вопрос, сделают ли нам или нет. Качать смысла нету, сосок подзаменит. Сто процентов, да. И наша загрузка машинки. Бентик, все дела. Так, если колесо подчиняем, у нас один вопрос снят останется. Сорвала камера, просто фланг. Поменяем эту камеру полтора рубля. 1700 вышла у нас работа. И подкачка шин, и колесико готово. Это самое главное. Ну, сами сэкономим, так сказать, перекинем уже. Ну, и чтобы сюда лишний раз как бы не ехать по кочкам, поставим на бухланку. Самое главное, что все, я переживал просто, чтобы, ребята, мне отдать не в активное колесо. Мне там начали рассказывать, что там ничего нет. Это вот на посту, я, ребят, спрашивал, есть ли там стохи. То есть все есть, все работает, жизнь кипит, все отлично, ребят. Фуры приезжают, ремонтируются. Наши ребята там уже познакомились с вареньными пацанами. У нас, видите, сколько много стало их. На один паспорт можно взять две симки. Все, 100 рублей и сим-карта. Будьте здоровы. Вот такая все есть. Там будет стоять. Чуть там уже нашел своих мастер-классников. Да. Очень отлично. С этой, пацаны со Ставрополя тоже. Ну, из Пятигорска. Они даже в общих знакомых уже там снимет, дайте, сфоткаться, короче. Для него вообще просто тяжелая артиллерия. Запускаем. Я все, а кто это просто пушка? Жалко, что нас не было, это все не видели. Ребятам две сим-карты хочу взять. То, что у них там, ну, не получается. Ну, это не солдат. С собой нет паспорта. С собой нет паспорта. Я на свой паспорт сейчас возьму и беру там две сим-карты, да? Откуда? Я беру со Ставропольского края. То есть, твои родственники? Да, да, да. С Ставропольского края. Слушай, я не буду одевать, не буду. Че ты, Маугли, сберем? За место. Это вот теплый костюм черный. Это, кстати, нам подарили для снайпера костюм. Вы видите, как на актуле сидит хорошо. Прям отлично. Соберем две симки, сейчас мы выйдем со связью. Ребята, интернет ролят. Даже не верится, что за месяц наконец-то у нас будет интернет и связь. Ты прям такая радость внутри. Спасибо. Все благодаря девушке. Красивой. Ты кольцо снял, нет, покажи? Да, обязательно. Все нормально. Жене привет. Привет, жена. Друзья, слава богу, появился интернет. Смотрите, никогда не думал, что буду так рад интернету. Когда ты в поле без карты, не понимаешь, куда едешь, вспоминаешь навыки. Тур кружка по компасу, по звездам там ориентировались. Теперь есть связь, ребята. Мы можем общаться даже. Алло, Юр, я на связи. Красавчик. Если что, это мой номер, звони. Звоните депутату. Так, мы пришли еще за коксичкой. О, АНАП узнает здесь, ребята, вот так вот. Огнище. Можно випки покушать. Сейчас мы можем цены показать. Что почему в магазине стоит, но колбаса. По 190. Джок, вот тут все неразличное, но да все конфетки сможете увидеть. Молоко. А это хоть не молоко. Тоже цинички. А кто правильно говорит, так немножко с Советским Союзом. Я выбираю американо. Я вам сейчас... Тут плачу по... Американо. Я выбираю эспрессо. Это будет повым стаканом. Ну, ты сравнился. Давайте вот так же. Ну, пытаюсь. Вот так же. Если я кипяток делю, это будет бесплатно. Если сделаю так, как я вам сейчас сказала. Давайте так. Давайте амешка на плюс эспрессо. Он сказал айфон. Здесь 14. Взял, знаешь, сколько? 65 тысяч. А, мужик, который сидел там. Мужик, который сидел там. Греть его. Сколько? 70 рублей. Это гривен. 88 рублей. Слушай, ну там с первого числа вроде бы уже гривна тот не будет ходить. Не сказать, что это дорого. Здесь, в принципе, ремниевая цена. По сравнению с Анапой. Нормально, да? По чему тут сигареты? Смотри, парламент получается 80 рублей. Ты уже на парламент перешел, брат? Депутат на планшет. Нормально, слышу. А те сигареты, которые я курю с Ажимбитизом, да? Я же курю белорусские сигареты. Это чисто я хотел себе поболосить. А то, что я курю кредо, здесь 50 рублей стоит. Ага, а эти почем еще раз? А это 80-85. Короче, сейчас закупаемся. А, которые почти 200 рублей стоят у нас. Это русский. Вот, 159 рублей цена написана. Рекомендованная. Ну, наша российская. В России. А продают по 100. Как? Нарушение. Нарушение законодательства. Депутаты выявили нарушение. Контролирующие функции депутатов. Ты сейчас смотри, 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 поперло. Тих, 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 ручешки, ручешки. Все, это бизнес, брат, бизнес. А брат-то забиваем газель сигарет. Коммунальная служба. И за каждой организацией закреплена территория. И вот они, допустим, пятницу, у них субботник. Они выходят и убирают свою территорию. Вот. Вот так вот. А сейчас... У нас поселок был чистый. А сейчас грязно. А сейчас, конечно, организации... Богатой организаций на работе. Да, помню. Что могу сказать, что кофе очень вкусно вам, как, ребята? Кофе вкусно, да. Понравился? Ну, это вообще-то кофе... Кто-то еще ждет, да? Ты одно первое уже выпил же, ничего ты обмануешь. Жду. Жду. Если... Если... Если такие республики ушли, и каждая потребовала своей самостоятельности, значит, какая-то была причина? Некоторые опомнятся, и я думаю, вернутся. У вас вот, конкретно у вас есть какие-то претензии к нам? Тебе нет. Не, мне просто вот интересно. Мой русский. Я считаю, что это неправильно. Ну, слушайте... Как же ж не может быть претензий? Колесо стоит уже на месте. Ребята тут общаются с местными жителями. Так, как сигареты по качеству, скажи? Слушай, на самом деле, это... Блин, пока депутат покупал, надо было восстановить. Не моментом. Тоже блок взять? Да, надо было не блок взять. По машинам. На самом деле. Попадаешь сюда, попадаешь... Прошло, в Советский Союз попал. На самом деле, Советский Союз. Посмотри. На ограды, посмотрите тортвора, посмотрите, сколько зелени. Тут поеб... Они даже по клубам даже не ходят. Выдаем сук паек, дальше покупают. Это наша еда, ребята. Каждую машину купили по две палочки колбаски, по булке хлеба и по две бутылки воды. Все отлично. Вот так вот выглядит теперь наше отремонтированное колесо. Все, оно на месте. Пацаны говорят, за 6 минут его поменяли, пока мы симки покупали. Тоже, на самом деле, менталитет здесь другой. Все простые люди, знаешь, как вы здесь. Все простые. В прошлый раз мне сказали, что в каналах мало воды, потому что они сейчас на обслуживании. Ну, это хорошо, на самом деле, чтобы подготовлены были к следующему сезону и уже в полной мере снабжали нас. Это наши ребята здесь стоят. Мы их не показываем. Громное количество блокпостов обустраивается. И желаем, чтобы все у них было хорошо. Мы выходим уже на трассу. Здесь слышна сейчас стрельба автоматов. И одеваем броники. На Артура одели бронежилет, который отжали у нашего депутата. Ему не надо. У меня отдел, говорит. Будем тебя спасать. Обратите внимание, что на полях лежит снег. Не стал снимать противотанковые заграждения, которые сделаны в прошлый раз. Их так кратенько показал. Вот представьте, насколько здесь было холодно. Что до сих пор на полях еще лежит снег. А у нас пришло потепление. Снега, в принципе, не было. Оставляем свои машины. Нам туда по прямой. На одном из постов нам сейчас сделать. Надо будет 100 километров, чтобы отвезти посылочки. Как раз-таки, которые мы забирали на Тамане. Для наших ребят на самый берег Днепра. Недалеко от Алешки. О котором ранее заявлялось, что его даже захватили. Потом возле его знака сфоткался какой-то там крымский блогер. Его начали по федеральным каналам показывать. Поедем фоткаться к Алешке? Нет, не поедем. У нас времени в обрез. И надо успеть сделать приятное как можно большему количеству наших солдат. Машины мы, кстати, поставили под охрану на посту. Так что не переживайте. После Крыма, когда вот это все видишь, на самом деле. Слушай, ну тут, блин, ну это не шутка. На самом деле, другие ощущения там. Я не знаю, мурашки потил психологически. Когда на полях ты видишь вот эти останки там танков, машин. Везде военные. А когда стрельбу слышишь? А стрельбу, когда, да, слышишь там. Едешь и там стреляют где-то. Ну, совсем другие ощущения. На самом деле, это невозможно просто это передать, ребят. Не дай бог. Брат, я сейчас тебе еще круче скажу. Ты едешь на берег Днепра. Хотел показать вам, ребят, посмотрите, какая дорога. Прям свеженький, новенький асфальтик. Прям все, так сказать, идеально. Просто мы устали от того раздолбленного. И здесь нам остается совсем немножко. Еще два блокпоста и мы будем уже на берегу Днепра. Чуть-чуть осталось. Хочется сказать, что чем ближе, ребятки, тем жестче становятся и знаки. Появились знаки возможностей прилетов. Знаки о том, что заминированные полосы и блокпосты становятся еще более жестче. Жестче, это прям. Еще проезжаем, тут вот низовой пожар, до этого там огромные площади леса, выгорев все. Походу что-то прилетело, причем такое свеженькое довольно-таки. Также выгоревший лес. Жуткое просто зрелище с двух сторон дороги. И мы проехали уже все посты. Дальше только Днепр. Прилеты и мы. Прям на Днепре находимся. И нам этого мало, ребята. Мы едем еще ближе. Потому что наши ребята стоят прямо на самой передовой. Как будто бы за окном идет дождь, туман. Можно было бы пожаловаться на эту погоду. Но нам от этого только покайфовало. У нас не прилетит ничего с квадрокоптера. И гораздо сложнее нас будет разглядеть и навестись. Потому что видите, вот дымка стоит. Прям честно, это тот момент, когда ты кайфуешь от такой погоды. Так, ребятки. Мы находимся тут в одном месте. Тут раздолбленный дом. Сзади нас огромное количество наших ребят проживает с нашего края. Они сегодня ждут посылку не только от нас. Вот сейчас отправились за бойцом. Связи нету совершенно. То есть вот так вот подъезжаешь, разговариваешь и ищешь, где же наши ребята стоят. Это очень важно. Очень волнительный, так сказать, момент. Как тебе ощущения? Ощущение, что мы доставляем посылки на самый край фронта. Это и так и есть. Это первая линия. Да. Дальше только... Поэтому ощущения непередаваемые. Как есть. Добрый день. Поздравляю маму с своим днем рождения. Желаю здоровья, чтобы она не болела. У меня все хорошо, все замечательно. Вот. Передаю маме привет. А мы сейчас перейдем посылочку. Надеюсь, она сделает твою жизнь немножко легче. Потому что переживали прям очень сильно. И сказали, что лучший подарок для твоей мамы будет, что эта посылка дойдет тебе. Да. Так, мамы, привет передаем. Спасибо большое. Спасибо, что довезли. Время помогать людям. Очень оперативно. Молодцы. Вот. Ребята, спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вам тоже. Скорее победить. И возвращаться домой. Так, мама, мы в пункте рожки. Нужно передадим ребятам здесь. Ребята, это вот привезли мы вам презенты. Это у нас школа 6-я, гимназия Эврика, Анапский индустриальный техникум, сладости и так далее. Вот передаем вам движение «Время помогать людям». Вам огромное спасибо. Победы. И скорее вернуться домой. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо подарки. Работаем. Моя мама пирожки передала. Да. Спасибо маме. Ура! Ребята, первая посылка доставлена. Прям на передовую. Это на самом деле очень круто. Я вас всех поздравляю. И задом поехали. Вот тут можно, нет? Артурчик, он сейчас пойдет пацанам, которые тут охраняли наши машины, по два пирожка, по пачке сигарет даст. Но мы сейчас будем выдвигаться дальше на следующую точку. Ребята довольны. Легкая им служба от души. И вот тем ребятам на колесе тоже Артурик сейчас пойдет, отнесет, уже передавать. Ищем бойцов. Вот сказали, что здесь тоже наши стоят. Вот поворот на вольную Украину. Ну и здесь стоит насосная санкция. Артурчик передал здесь пирожки. Там сигареты ребятам дал. Откуда они сказали тут стоять? Со смоленок. Вообще с поиском жуткая проблема. То, что на связь бойцы не выходят. У нас вот генератор лежит, который нам передали. Мы тоже не можем с ними созвониться. Они где-то возле Краховского водохранилища. А оно просто огромное. Мы не отчаиваемся, продолжаем. По генератору пытаемся дозвониться. Гудок идет. Трубку почему-то не берут. Мы даже уже умудрились найти тут одну из наших российских сим-карт, которая берет. На деревне дедушки. Генераторские ребята это те, которые ждут генератор. У нас кто-то что-то перепутал. Как его зовут? Юра Озаровский. Ну и хрен с ним, пускай будет Юра Озаровский виноват. Я не против. Ребят, самое главное, что они нашлись и генератор. Мы же когда-то идем. Чисто поле, где связи и реальные. Друзья, обратите внимание. Это земли нашего Блохера. Юрия, вот посмотрите. Земли Блохера. Тут написано Блюхера. А, Блюхера. Блюхера. Вот так вот. Вот, да вижу. Вот те ребята, которые мы привезли. Как бы тот самый. Привет от вас. Это генератор. Это ты? Ага, да, я. Тебе вот передаем привет. Это еще не все. Там еще коробка. Вещи какие-то. Вячеслав. Организация «Время помогать людям». Вот доставила вам кофе от Борисца в сервис. Чтоб ребята бодрячком были. И хорошее настроение у вас было. Так что вам теплый привет из Анапы. Вы сами откуда? В Смоленскую обучение. В Смоленскую привет передаем. Я надеюсь, скоро вернетесь домой с победой. Сталя, спасибо за генератор, что пришли за посылку. Спасибо огромное. Мы думали, что штаны потеряли? Нет, они у нас были в Буханочке. Еще их сейчас передадим. Все отлично. Мы штаны тоже нашли теплые. И только что ребятам привезли, отдали. То есть мы третий раз сюда вернулись, на это место. Едем на следующую точку. А следующая точка у нас очень важна. Опять собрались кучу. Двигаемся мы на Днепр. Туда, куда уготован путь нашей буханки. Туда, куда едет данный дивный человек пожарить шашлыки. Ну и дай бог, чтобы у нас все получилось. Этого прям очень сильно хочется. Сейчас вам, ребята, покажем, что такое броня, которая уничтожается просто на раз. Здесь хотя бы хоть что-то осталось от нее, но картинка просто жуткая. Даже не знаю, как это прокомментировать. Это жесть просто полная. Да, тут бой шел. Что-то об этом снаряд там? Так вот она выглядит, ребят. Причем все обгорает, ржавеет буквально моментально. И ничего не остается живых. Тут хотя бы корпус выжил. Получается, она горела. Павочка 5. Мы в 5 километрах от Ноглой Каховки, которая вот сейчас слышно. Выходы просто дуду, дуду. И вот уже в груди пошло. То есть сегодня было тихо. Походу чуть рассеивается. И началось, ребята. Походу нам везет, посмотрите, какое туманище. Просто, знаете, никогда не радовался туману, плохой погоде. Ты радовался, когда мне это, вот прям плохой видимости? Вот сейчас уже радовался. Когда ехали, вот этот туман в Крыму задолбал, да? А сейчас, слава богу, туман. Мы нашего Мазаспа отправляем на буханочки. А кто уже весь в ожидании приготовления шашлыка? Я снял, броню, зелё, это просто чуть комфортно. Конечно, надо привыкнуть и похудеть. Брат, ты понял, что надо готовиться? И мы отправляемся. Первая буханка, садитесь, поехали. Будем смотреть, ребята, как это будет происходить. На самом деле, очень интересно. А мы с вами поедем сзади и будем всё это снимать. Вот как раз приехали в дождливую, врую погоду. Нормально, вырывается тачка. Это самое главное. Чтобы вы понимали, что происходит. Ты тоже решил понижайки сделать? Конечно. Поэтому здесь и нужна такая машина, ребята. Потому что здесь не дороги. Здесь сплошные реально направления. Главное не отвалиться. Чтоб всё было хорошо. Смотрите, какая колея. То есть даже на нашу машину для неё это тяжело. Буханка вообще идёт как себе домой. Не подумайте, что там вообще страшно. Я, короче, после как кайтсёрфинга стою в позе. Держусь за стропы. И я отвечаю просто как у себя дома. Я даже не трясёт и не качаю. Представляете, насколько организм натренировался. Вот ко всем этим. Смотрите. Ведёт. Всё. Машина, походу, села. Но у неё не включены ещё передние мосты. То есть сейчас будем включать, походу, полный привод на неё. Всё, сели. Вообще надо включить передний привод. Она идёт и так. Смотри. Вот что значит злая резина даже. Прикиньте, то есть задним давит. Пошла, красавица. Офигеть. Вот это монстр, ребята. Это просто не машина. Это пулемёт. Покажу вам, как едет наш трактор, который для этого предназначен вообще в полной мере. Его даже чуть-чуть сносит и ведёт. Что говорить о гружённой буханке. Вот и представьте, как была важна именно такая машина для ребят. Вот и для таких условий. И я рад, что мы смогли это всё сделать. Вы смотрите, опять садится. Но он жалеет её, то есть пытается аккуратно идти. И из-за этого получаются такие вот моменты, что её сносят. И я здесь раскатана военными КамАЗами. Поэтому в любой другой машине здесь просто делать нефиг. Вот либо такого крокодила, как у нас. Либо вот такую вот вместительную буханочку. И всё будет хорошо. То есть выглядит, да, идёт просто на заднем приводе. Это фантастика. Ух, её заносит, носит. Но я бы, честно, уже всё-таки включил бы передние мосты. Но ребята пытаются выезжать чисто на задних. Но им это делать крайне тяжело. Главное, чтобы не перевернули. Иначе это будет прям эпик фейл. Что за машина, а? Какая красота. Любят и летят. Природа. Кайф, ребята. Так, буханка пытается завалиться. Слушайте, у нас, походу, самый интересный этап. Пока у меня батарейки, походу, там всё. Триндец. Буханка уехала в лес. Её вот здесь где-то понесло. И он теперь, вон там стоит. Сейчас будем придумывать момент решения, как её доставать. Хотя, сущая, она и сама там пытается завершать. Джип-грузовик. Колёса ровно. Почти, почти. Видали? Да пипец. Куда там может наша ездить? Буханочка. Ну немного дрифтовик. Дрифт на буханке. Слушай, надо включить передние мосты, и всё будет хорошо. А что, он включен? Конечно, нет. Передний мост включается вот здесь, с честерянником. Ааа, у него там. Да. Я разрешил. Тут многие немножко удивились, что она едет сейчас просто только на заднем приводе. Она не влазит у нас в колею. Ну потому что это КамАЗовая. Особенно охренели из той машины. Друзья, джиппер говорит, она у вас не поедет. А это что было, да? Это было дрифт. Буханочка. Пробуем. Есть. Открутилось. Так, ребята, нам придётся всё-таки открывать боковую дверь. Слушайте, ну хорошо уложили. Отлично. То есть нам надо вот эти вот коробочки снять и вот здесь прям в угловом ящичке всё лежит. Выходим и для чистого вставим коробочку. Всё, стараемся аккуратненько сложить. Почти достали. Так, и теперь затягиваем мосты с одной стороны, чтобы зафиксировался. Потом понижаечка и она как к себе домой поедет. А ты удивился, что мосты не включены? Ну это потому что жопу пригрузили хорошо. Поэтому она ещё и ехала. Сейчас посмотрим. Теперь эти ставим всё на место. Вот это приключение, ребята. Ну что, давай, Махмуд, поджигай. Вот, беда. Вот, всё, пошла жара. Вообще, ваше, ваше как себе домой. Слушай, что это за машина? Это ж просто пулемёт. Всё, домой поехала. Вот так вот она уходит домой. Мы просто все испачкали ноги и поехали. Мы поедем и помчимся на лене утром раннем. Буханочка уже ушла вперёд. Её будем сейчас пытаться догнать. Обратите внимание, лёд на лужах. То есть здесь подмораживало и только сейчас потеплело. Где-то берег Днепра. Единственное, кому хорошо это вот, ему-то вот, злит, кайфует просто. И мы тут мерзнем. Так, буханочка опять сносит, но я думаю, что она не сдаст. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Ну что, ребята, на вот такой выше я ещё не катался. Но будем пробовать. Как говорится, с чем чёрт не шутит, покатаемся и на таких машинах. Сейчас будем пробовать, чтобы она с разгона прошла. Потому что у нас других вариантов нет. Надо, чтобы она зашла в колею. Иначе может быть бэда. Юрка там сзади. Проехали с конкретной. Юр, ты зачем туда поехал? Катаюсь. Ты щас застрянешь там. Поехал, поехал, поехал. Ай, за рожки, давай, 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 давай. Стой, 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 стой. Стой, стой, стой. Стой, стой. Видел? Там виделись, виделись, да. Всё, ребята, разгружается наша буханочка. Все посылки находят своих адресатов. Для меня это самое важное, самое классное. Дай бог, чтобы всё попало именно своим адресатам. Собой привезли, заказ был на 40 литров. Это то есть на общак кидалось. Вот это кайф, ребята. Посмотрим, ребята. Это у нас от АИТ, Анапский индустриальный техникум. Вообще, самые большие красавцы. Они по спискам прогнали, собрали очень много АИТ. Вы большие молодцы. Спасибо вот прям за такую вот помощь, направленную на заказ, ребят. Это бесценно круто. Инструменты. То, что заказывалось по списку. Владимир Владимирович Пономарёв, Евгения Юрьевна Пономарёва. Вот тут инструмент для ремонта. Наверное, самая большая посылка у нас, которая помимо самой машины, была вот именно для себя. По станице Васюринской. Спасибо казакам, друзьям, что собрали для нас это всё. Мы это здесь всё разделим. Спасибо всем большое. Больше всего, честно говоря, я перейдал просто огромное количество. Ну, видишь, как любят все. Нам сказали просто место там, где жарили шашлык на Днепре. Всё, больше никакой информации. Ну да. И непонятно было, туда мы едем, не туда. Туда, всё, спасибо. Хочу передать огромное спасибо всем, сестре, что привезли, собрали посылку. Привет всем родным передать. И большое спасибо. У нас всё хорошо. Спасибо большое всем, Анапскому району, Чикону особенно, что передали столько. Большое, огромное, человеческое. Нам этого не хватало. С нами всё хорошо, живы, здоровы. Всем удачи. Спасибо. Вы не подумайте, что снимаем возле одной тоже кучи, просто здесь ребята свою, так сказать. Ну, мои тоже вон лежат. Сложили, то есть у каждого тут свои, свои, свои посылки. Хочу сказать большое спасибо своим родным, городу Анапе, за оказанную помощь, за гуманитарную. Нам это было необходимо. Будем держаться, и всё будет хорошо. Во-первых, спасибо, что вы до нас доезжаете, добираетесь. Спасибо всем родственникам, спасибо отцу, что передаёт, спасибо сёстрам, любимой жене, спасибо. Всем людям спасибо, что собирают. Берегите все себя. Мы вернёмся с победой по-любому. Вы о нас так заботитесь, нам победы не избежать. Вместе мы сила. Итак, дорогие друзья, хочу поблагодарить подписчиков своего канала за то, что вы откликнулись. И мы сейчас стоим и завершаем этот проект с буханкой, которая сзади стоит. Также у нас есть самый большой донатор Алексей, который 100 тысяч привёл на машину. Просто передайте, просил тебе Сергей привет от Шурина Алексея. Всем ребятам передайте огромное спасибо за то, что рискует своими жизнями за страну. Огромное спасибо, Лёв. СТО «Вектор» из Анапской и Максим с командой мастера. Это те ребята, которые бесплатно её отремонтировали, вложили душу, чтобы эта машинка до сюда доехала. И она это сделала без каких-либо проблем. У нас был одиноксец с колесом, но это наш косяк. Макс, вообще техника огонь дошла. Это пушка. Он гнал всю дорогу. Макс, отдельное спасибо. Мы доехали, просто там мы тебе потом покажем видео, какая грязь была. Всё это все увидят, как мы сюда добирались. Вот Артур ехал со мной, он говорит, что это всё время ребята ходят пешком. Я говорю, да. Он говорит, и это? Я говорю, да. И что, мы ещё до сих пор не приехали? Я говорю, нет. То есть мы ехали, ехали, Артур потом об этом сам расскажет. Главный помощник со списками, которые вы, ребята, попросили, там вот какие-то вещи, это был у нас Аид, который почти все эти списки заполнил. То есть он и вам помог, и Нары помог. Аид от души просто благодарность. ЖК Магнолия. Ёлка сладкая, но она уедет не сюда. Шестая школа. Эврика гимназия. Это сладкие подарки для вас. ЖК Красная площадь. Школа номер два. Школа авторитет. Продукты из Армении. Время быть вместе. Просил тебе ещё один человек передать привет Кума, Антона и его семьи. Здоровья ему и всем нашим ребятам в зоне СВО. А вам благополучной дороги. Победа будет за нами. Вот такие слова. Спасибо, Антоха. Спасибо всем. Серёга, ну ты просил заявку? Просил, да. Мы приехали, привезли всё по вашей заявке, пацаны. Я хотел опять же добавить благодарности всем, кто принимал участие. Школы, детки передали вам сладкие подарки к Новому году, ребят. С наступающим вас поздравить. Передали письма. Тоже тёплые пожелания искренние. Отдельно хочется поблагодарить Аберемченко Кристину Сергеевну и её маму Ирину Владимировну за вязанные носочки и конфеты вкусные. Юрию Геннадьевичу СТО авторитет. Он и газовые баллоны вам, и вот это масло четырёх тактно, и очень поучаствовал тоже во многих процессах. Огромное спасибо нашей администрации. Василию Александровичу Швец. Помогли и с формой, и спальники передали. Спросил ты бинокль. Да, да, да. Спасибо большое. Будем наблюдать за врагом. Никто не прошёл, пацаны, вот вам. Счастья, победы от ребят. Спасибо. В расположениях повесим, чтобы смотреть и радоваться. Ну, ранец от души, пацаны. Спасибо большое, Амазад. Огромное спасибо. Организация, время помогать людям. Не один человек, не один Амазад. Вот и Дмитрий Сергеевич у нас стоит, Загвоздин, Азаровский, вот с нами пацаны все, что приехали. А много ещё девчонок, которые, знаете, ночами эти коробки фасуют, проверяют, чтобы ничего лишнего не было. Упаковывают, до вас, чтобы дошло всё. Нам машина эта очень важна и нужна. Огромное спасибо мужикам за то, что починили её, доехала, всё хорошо. Надеюсь, она нас подводить не будет. Нам уже будет легче, я думаю, намного. Ещё раз хочу поблагодарить Амазавта Юру, потому что сюда, наперед, чтобы доставить что-то, таких людей тоже ненадёжно. Как бы помочь многие могут, а сюда привезти желаний ни у кого нету, не хватает. Выражаем огромную благодарность от всех, от нашего коллектива, который здесь находится. Война служащих. Спасибо всем людям, спасибо, кто помогал, помогает и будет помогать. С вашей помощью победы не избежать. Ещё хотел поблагодарить родных и близких за помощь. И, конечно же, передать своей любимой жене и доченьке. Как только, так сразу папка вернётся. Огромное спасибо Алексею. Спасибо, Лёха, за то, что тоже помогаешь, поддерживаешь. Мы очень нуждаемся в этой технике, она нам надо. Хорошо, что пригнали хорошие мужики. Огромное спасибо, Лёха. Приеду, увидимся. А это вот письма ещё, почитайте. От четвёртой школы тоже солдату передали. Детки написали тут искренне. Хорошо. Вам теплее будет. Ну, сейчас ночи длинные, делать нечего будем считать. Свечи к нам привезли. Да, свечи тоже нужны. Я хочу показать, вот как используются те вещи, которые в прошлый раз сюда заехали. Смотрите, бац, куда-то в землю шёл провод. И здесь, это вот генератор. Помните, передавали в прошлом видео? Вот он работает, ребята его вот так обкопали. Ребятки, вы посмотрите. В прошлый раз они только начинали это делать, и сейчас у них уже всё готово. Деланы ступенки. Просто вот, мне вот очень нравится, как мужики обустраиваются. Это, на самом деле, фантастика и дорогого строят. О, как тут? Ах! Офигеть, ребята. Солк, стенки валят, да. Аккуратно. То есть, так же, дальше ступеньки. Мы идём. Тут такая завеса. Ух ты, вот это у вас тут жара. Такая лампада. То есть, и масло получается, какая-то ветошь. И она горит постоянно. И здесь, ребята, сделали дымоотвод отдельно. Это вот печечка маленькая, да, которая пришла в прошлый раз. Это маленькая печка, такое огромное пространство отапливает. Слушай, ну вы поработали прям конкретно. Ух ты. Ну, выходы здесь слышно, да? Ну, ночью-то посерьёзно. Долбит. Я не знаю, на видео вам передастся или нет, но прилёты мы слышим здесь постоянно. Сегодня целый день, знаешь, как тихо было. Это у вас на четырёх человек, я так понимаю, да? То есть, здесь вы еду храните. Мужчины не достают вас? Достают у вас. Кота почему все не заведёте? Кота завели, но он сбежал. Слушай, вот значит вы... Были бы в деревне поближе, там у людей бы взяли кота. Понял, нас было заказать. Стена будет попроще, но кота не везёт. То есть, здесь стены вы укрепили так же, чтобы не... Ох ты, ё! Прям страшно, слушай. Переживали, кстати, люди, что вы ходили в прошлый раз... Это наш, да? Были без бронежилетов, без амуниции. То есть, у ребят всё есть. Я пытался донести то, что рабочая... Вы знаете, вот когда вы работаете, есть парадная выходная, есть боевая, а есть рабочая форма. То есть, вот то, что мы на вас видели, это было именно рабочая одежда, чтобы копать, в грязи там пачкать. А вот вам, пожалуйста, и амуниция вся есть, и, так сказать, инструменты работы, инструменты защиты. То есть, всё, не переживайте, ребят. Я поэтому не акцентировал на этом внимании. То есть, всем обеспечено. На что-то жалуетесь? Вот есть? Всё хорошо? Конечно. Чёрт, мухарик, а я вот жалуюсь. Очень сильно, страшно там долбит. Вот видите, ребята разгородили полностью то место, в котором был, ну, прям вот небольшой такой настил. Он не защищал ни от чего. И здесь они на ковриках буквально спали. То есть, это было очень опасно, очень страшно. И может... Ох ты... Это выход, это выход, это наше. Не очкуй. Ёп! А это приход. Не очкуй. Это не приход, брат. Это выход, но не наш. Это приход. Приход такой? Приход. Охренеть. И вот здесь. Смотрите, ребята. Красота. Водичка закипает потихонечку на углях. Тут же ребята сушат свои вещи. Стараются. Ох. Это приход у них. Вы слышите, какие... Охренеть. Я даже не боюсь представить. Жуть. Хижина бобра так и называется? Нет, хижина мультика вообще. У меня мультик позывной. Ага. Так, мультик у нас анапский. Вот он не хочет рассказывать, что ему... Ёп! Да, да, да. Это приход? Это да. Ёп! Маталек. Это выход идёт. И вот по тому берегу приход сейчас идёт. Мы уже привыкли к этому. Жесть. Ну, главное, чтобы не в нас. Давай, пошли. У вас, говорят, вчера, да, прилёты были? Да. У нас вот здесь всё установлено. Вот так полочки нарезали. Слушайте, как красиво. Тоже, смотрите, амуниция вся здесь. То есть, ребят, оно имеется. Вот буржуйка, которая в прошлый раз приезжала. Маленькая и то же самое. Смотрите, как она. То, что получается большой особо не нужны. Нет. То есть, на четыре человека у нас блендаж рассчитанный. Буржуйки этой за глаза хватает. То есть, это ваше тоже внутри сделали. Да. Выточили место под обувь, застелили досками. Своими руками повешали вещи, чтобы они висели. Как бы вот такие вот сегодня. И плёночкой всё закрыли. Конечно, ну, чтобы тепло было. Всё хорошо. Вот Кент привёз. Купил генератор. Тоже, говорит, за него ничего не надо. Ну, я потом приеду, с ним уже будем рассчитываться там. Вместе работаем, вместе отдыхаем. Как его зовут, скажем? Григорий. Григорий. Это вот он вам передал маленький, как раз, получается, генератор. И побольше. Да, и побольше передал. Это души ему респект большой. Поэтому, такие вот, людей бы побольше, да, почаще. Оружие. Да, это у нас боевое хранение. То есть, всё здесь есть, ребят, ну, вот смотрите, я действительно стою тут, ну, прям очень тепло. Даже, правильно говорить, жарко. Я просто с холода зашёл, у меня вещи ещё холодные. Вот он, несколько труп. И это вот, знаешь, насколько приятно видеть, как всё идёт в дело. Я думаю, что вот каждый человек, который увидит... Ну, мы это не бросаем ничего, потому что это нужно было нам. Вот как бы без этой печки здесь был бы нормальный колотун. Вот газовые баллоны присылают тоже. Вот чай для закипает. Да, вот поставили. Вот чайник там рядом стоит. Как бы у нас всё распределяно. Чай сладкое, ну, и такое повседневное. То есть, всё по местам, всё, знаете, где лежит. Конечно. Тушёнка, колбаса у нас всё на улице. Слушай, вот смотри, я спрашивал, прям была идея купить вам кухню полевую. И вот почему? Ну, потому что здесь кто готовит? Один и тот же человек, если только ставить, ну, тогда да. А так у людей мало дежурства, вот этим работой. Вот всё вот так вот оттечёт. Да, просто по чуть-чуть, по чуть-чуть, по всей длине, не пора растянутые люди. А так будут в кучу сбиваться. Это, наоборот, для противника. Да, лучше не надо. Четвером вот сели, покушали. Там четвером сели, покушали. Четверо куда-то ушли. То есть, скоттение народу тоже, оно здесь не нужно. Поэтому кухня, она не нужна. Там пацаны, если сделали кухню, они откопали её, всё, по-моему, сделали. Они тут, что не собираются, топают. Три-четыре человека максимум. А где эта кухня? Там дальше. Это у повселения старого. Так, сейчас мы к нему тоже прогуляемся. В общем, вы довольны печкой? Работает отлично. Печка прямо от души. Спасибо большое. Это, вот знаешь, когда делаешь приятно, когда ты видишь, как это используется, ещё дай неприятнее. Спасибо. Может, открою? Давай. Смотрите, ребятки. Это вид зимней кухни. Можете увидеть, как ребята здесь оборудовали. Это тоже блиндаж. Тоже здесь вот стоит такого типа буржуйка. И здесь ребята занимаются приготовлением пищи небольшого количества человек. То есть, можно прийти, сесть, поесть. Это очень удобно и уютно, в принципе. То есть, те, кто переживают, что готовят на улице, то те, кто уже имеет возможность, у кого руки дошли, они уже оборудуют и вот такие вот блиндажи непосредственно для кухонных своих, так сказать, экспериментов. Просто фантастико. Вот вам, как живут настоящие мужики на передовой. Я считаю, что это фантастика видеть такие, конечно, результаты. Вот эти, ребятки, здесь мы видели с вами блиндажи, а вот такими вот бревнами уже вне первый слой ребята усиливают их еще сверху. Потом они будут закопаны, чтобы как можно больше усилить непосредственно кровлю над самим местом жительства, еды. И это способы жизни. То есть, ребята вот здесь их вот такие огромные бревна раскладывают вручную. Вот ваши пилы работают на влага пацанов, чтобы их подровнять, подрихтовать и уложить здесь. Так что всем за помощь, спасибо. Реклама Сила. После прошлого репортажа вот ребятам привезли еще больше мясо кур, собственно, мясо кур. Юр, это новая партия, она намного свежее и вкуснее. Давай протестируем на тебе. Потому что блогеров у нас много. В принципе, ты у нас один такой депутат и один блогер. Юра Мазаровский. Может, поддержишь тоже? Юр, сейчас вот. Открывают, свежая. Секретарь, Анапская администрация. Председатель комитета по молодежке, молодежно-политике. Нет, милень, даже неплохо выжил. О, кстати, да. О, ну это уже лучше. Попробуй, смотри. Ну, если ковырнул, срок свободности, видать, уменьшили еще. Нет, нет. Серьезно, смотрите, уже вид лучше намного. Даже мясо появляется. Давай пробуем. Пробуем. Так, а может, тебе с перчиком макну и... Не, 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 правда. Пожарить как-нибудь без меня. Не, пацаны, честно, у меня вот я... Я не такой смелый. Просто у меня это... Живот... Что, перчик? Не, вкус странный. Давай, отрываем потом. Хлебушек. Какое? С хлебушком надо просто. Я думаю, водочки надо. Давай, Арсенович. Что, нет, все, больше нет? Нет, хлебушку не двигайте. Посмотреть. Я пойду, пожалуйста. Просили очень сильно показать, кто изготовитель в прошлый раз. Изготовитель Акционерного общества Орловский мясоперерабатывающий комбинат. И я вам хочу сказать честно, вот, комментарии от человека, который только что попробовал. Ну, как? Вкус странный. Ну, так скажу. Но есть можно. Есть можно. Уже лучше вообще, реально. Ну, не почувствовал. А ты, подожди. Давай второй раз. Да нет, хотя бы укуси еще. Ты мало сил. Не, Юрик, спасибо, я сейчас тебе дам попробовать. Нет, я в прошлый раз не вспомнил. Я в прошлый раз прям запах даже был плохой. Так, давайте немножко отвлечемся. Вы посмотрите, что происходит здесь. Охренеть просто. Я думал сейчас. Вы видели? Шашлыки, короче, жарят лопатой. Шашлыки на Днепре номер два. Но только мы все доработали. Исполнили мечту ребят о буханке. Приехал Артур, лучший шашлычник. Вообще теперь, наверное, в Сия-Руси, который... Ну, я такого вообще никто не делал, который впервые, наверное, в жизни шашлычника приехал специально, чтобы для ребят приготовить шашлык вот в таких условиях. Условия, мне кажется, великолепные. Подумаешь, что каждую минуту ты можешь умереть. Но мы здесь ненадолго, а ребята здесь живут постоянно. Это важно. Помните об этом. А это вот модернизация кухни, в которой мы в прошлый раз готовили. То есть сделали уже навес, сделали стол. И здесь стало все гораздо более аккуратно и классно. Вот они, улыбки ребят на войне. Али, привет передают. Да? Привет. Сегодня все вот... Пошипает, что зря. Побрились, а покупали. Она не приехала, да? Приехала. Ну, что такое, Алла? Нет, пацаны, у нее, честно, глаза уменьшились. Они такие красивые, большие на самом деле, как вам показалось, когда вы ее видели в прошлый раз. Почему? Увеличились выше. Нет, домой приехал уж маленький, узкий стали. Как обычно, китайский. Да ладно, говорю. Тушелку меняем на шашлык, ясно. О! Это же нормальный обмен. Вот он, шкурда, интерес. Ну, что, Юр? Слушай, во-первых, а хлеб вас как часто привозят? Не так часто, как хотелось бы. То есть раз в неделю приходит хлеб, да? Ребята очень похвалили говядина тушеная. Производитель Скопинский мясоперерабатывающий комбинат. Сказали, самая вкусная тушенка. То есть мы в прошлый раз приехали, прям сразу хлеб, я думал, он каждый день. Ну, это у нас машина была, мы на своей машине ездили и покупали каждый день хлеб. То есть деревня недалеко съездила. Кто спит, пооткрываем? Загрите, пожалуйста. Принеси по-братски фирожки, а? Горячее будет вкуснее. В прошлый раз я холодную ел. Жир убрал. Да не, не убирайте, поставь. Ну, давай сделаем. В прошлый раз не сделали, я потом жалел. Давай в этот раз сделаем. Смотрите, ребята, Артурик начал. Вы понимаете, куда запах пошел? На Украину. Как тебе ощущение, вот жарить шашлык под взрывы? А там взрывы, представляешь? Охренеться. Такого еще у меня не было. Дайте бронежилет. Дайте. Нет. Есть. Хочешь? Я думаю, что есть, уже давал мне. Я в каску могу дать. Точно не хочешь каску? Могли себе когда-нибудь в жизни представить вот такую картину? Артур в бронежилете в шлеме на Днепре жарит шашлык. Артурчик, водичкой? Надо? Не надо. Не надо, так справишься. То есть это уже за ленточкой, чтобы вы понимали. Это не на передовой, не перед передовой. Это то есть передовее некуда. Дальше уже все. Днепр. Дерево горит. Давай на дерево, значит, что там уже делаем. Вот такие дела, ребята. Мяса мало почему-то в банке. Ну, зачем? У меня есть мясо цыпленка. Да много было, да? Нет, хорошая. А, да вот это. Что там, даже на меня мясо не хватит? Ну, давайте, дам. Хорошо, да, отобряют. Вот, вот, смотри, тебе кусок, и Алмазас будет кусок. Три одинаковых. Да. Я просто боюсь, она горячая. Парит очень сильно. На самом деле, я просто очень люблю хлеб. Давно вы любим. Нам больше будут, намного. Ты будешь, давай, запросто. Сюда? Вот это так. Ну, второе, вальше. Она точно пойдет. Ребят, очень вкусно, на самом деле. Конечно, так айф, потому что мяса-то мало. Только почему-то, когда разогреваешь, там три кусочка больше мяса. Я бы увеличил количество мяса. Нет, 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 тушенка, где я нормально. Но вкусно. Это нам не повезло? Да, сейчас вот это по-сюда. Бывает, это. Не, прям, как вкуснее шашлыка. Вкусно-вкусно, да? Вот это вообще вкусно, я вот так делаю. У нас вот картошечка, все, что ссалось, мы оставляем здесь все, ребят. Не начинаем, понимаете? Выкидывать ни в коем случае. Они, ну, где-то там, они, там. Смотрите, как это вот. Так, контент про то, как вообще принимаете ванные процедуры? Ванные процедуры. Ну, на днях сколотили баньку, решили, смотрим. Есть пленка, купаться надо, потому что холодно, мыть, снеги, поехать не буду. Намутили пленку, обшили просто. Четыре дерева, менее, такие, чтобы к квадрату. Собрались, скрутили, поставили на печку, затопили, протопили. Все, ведро воды на костре нагрел. Вода, ой, буржуйка сама прогрелась, парком ее поддаешь. Прям пропарился, я вчера вот пошел с кайфом, реально. За столько дней, почти как дома, я вышел, я свежий, чистый, я понимаю, что прям легче. Столько груза себя смыл. Скажи, это все зависит от солдата, да, вот выткула, от устройства. Конечно. Насколько не сидит на месте. Не сидит, да, потому что, ну, есть такие люди, что вот мы ждем, когда нас сюда привезут, вот мы это, вот мы ждем, ждем, ждем. Я говорю, смысл ждать, но никто ничего толком и не будет приводить вовремя. Если сам тебе не поможешь, если будешь ты сидеть на месте, ты так же. Я говорю, да, дело рук самих, ну, типа того, я говорю, если ты будешь двигаться, то тогда ты будешь жить, если ты не будешь двигаться, сидеть на месте, ну, ты сляжешь, либо просто. Ну, мы приехали, сейчас видим, насколько изменилось здесь все, насколько вы обустроились. Устроились, да, пацаны, прям это очень видно, вы красавцы. Стараемся, иначе никак, я же говорю, потому что землянку сделали, обжили, вот так же зайдем, потом покажем, что там внутри. Сейчас у нас там все работает, действует, там главный герой, солдат, то есть можете сапоги наблюдать, вот они стоят, там есть, сейчас мы спросим, у него как. Да, как банька. Нормально, да, что ты ее не продобил, хорошо. Нормально, да, даже можно, сегодня погода хорошая просто, да, теплая. Да, лишняя дрова топить. Да, экономят, вот видишь, что солдат. А так все, что здесь есть, это мы своими силами готовили. Машину добутили, гоняли на ней прицеп, намутили, ездили, где у людей спрашивали, у кого дома умеется, чтобы какую-то фанерку, какую-то шиферинку взять. Где-то теплицы, старые люди побросали, пленку снимали, потому что, ну, отчасти ничего, привезли, там доски есть, мы на росте столотели, чтобы спать. Богом, а покажите свою машину, на чем вы двигаетесь. Сейчас народ просто охренеет, как это тут, прям, мы только что чуть не утонули в этой грязи, как вы это делаете? Ну, сел, поехал, газ в пол, главное не останавливаться, движение, жить. А высота, коллеги, как? Горкулеменцы мы такой купили. Аппарат? Меда в том, что у нас сгорело сцепление. И теперь не начинает ждать, как лету когда-то. Ну, теперь уже есть, да. Ну, все равно-то нельзя же памятник бросать. Чинили, расцепление венов. Сами своими силами так же собираемся, разобрались. Ну, я, запасная машина никогда не помешает. С прицепом, совсем, сел, поехал, привел, что нужно, наверное. Вот, я говорю, здесь, ну, хотя, вот, все, и соски, так, что-то есть. Давай, пойдем покажем. Там свет есть у вас? А? Свет? Свет, да, у нас генератор есть. Слушай, мне так нравится этот парень просто. У нас здесь все нет. Ну, что, у вас самая охренеть, квартира. Вот это да. Ну-ка. Ну-ка, там устроились, обжились с кайфом. Буржуечка топим. Каждые часа два полную накидал, и все. А тут тепло вообще как дома прям. Ребята, вот вы не поверите, что мы сейчас находимся просто в землянке. Это реально землянка, то есть, она обустроена, обшита. То есть, у пацанов даже есть своя баня, и это все на передовой. Дай бог вам мирного неба, ребята, скорее всего. Ну, просто это золотые руки у людей. Я смотрю. Не зря на строителе учился. О, то есть, у них единственный, кстати, спальное место, выше колена. То есть, у всех там пониже, а у вас вот такое высокое. Там это полочки специально, чтобы туда что-то сложить. Потому что зима, все замерзает, воду сложили, продукты питания сложили. Все. Ничего не замерзло. Зараз застали, поели, приготовили. Под кроватью, да, у кого мои вещи там лежат. Сапоги туда засунули, картошка, вода. Все внутри. Потому что первые дни, когда мороза ударили, вода вся замерзла. Ты ее отогреваешь, пока отогреешь, пока все уже вечер. Поэтому, как бы, да. Супер. Ах, ты честно запомнишь это навсегда. Ребята, вы должны просто понимать, что такое бронежилет, и просто присесть и встать, и в каске. Почувствовал? Ну да, ребята же надели меня из-за выстрела, то, что там взрывают. Почувствовали, стреляли. Пока, ты знаешь, не будешь здесь, ты не поймешь вот это всего. Ну, невозможно объяснить, на самом деле. Я тебя не понимал, когда ты видео снимал, да? Угу. Я это не понимал. Я говорил когда тебе, да? Ты когда говорил, да, я как-то знаешь. Теперь ты понимаешь, что о многом я не говорю? Ты вообще много, что не сказал. Ты 80% не сказал. Вообще. Потому что хочется, чтобы все-таки больше было позитива, радости и счастья. Пожди тебе, да, хотели тоже. Пожди. 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 Пожди кусочек. Ёхка. Кусочек. Кусочек. От Артурчика. Да на Днепре. Я в прошлый раз даже не попробовал. Артур это божественно. На банкет. И видите, за вас заедем. Артурчик. 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 Да, легко. Дай бог. Ну, Артурчик, мы к тебе тоже заглянем. Дай бог, дай бог. Дорогие наши любимые бабушки, дедушки, родные матери, отцы, любимые жены, дети. Вот так вот мы здесь живем. Я знаю, вы нас ждете, любите. Мы обязательно вернемся. Вот спасибо огромное неравнодушным всем людям, которые в этот такой час думают. И все собирают нам, и дети, и школьники. Спасибо. Пишут письма. Это так для нас тепло на душе становится, когда это все приходит к нам. Спасибо вам огромное. Ждите нас. Мы вернемся обязательно. Спасибо анапским депутатам, блогерам за то, что приезжают, посещают, лично видят, как мы живем, чтобы без обмана, без фальши. Всем желаю огромного счастья. Успеха. И всех с наступающим Новым Годом. Вот он так говорит, и вообще не слышит, как вот это ту-ту-ту-ту. А у меня как бы сжимается все, и не только внутри. Как у тебя, Актура, уже привычка есть? Ребят, дай Бог, чтобы этого не было. На самом деле я чисто пожелаю вам, во-первых, приятного аппетита. Я от души делаю этого, во-вторых. Во-вторых, чтобы скорее вернулись домой, живыми, целыми, к своим семьям, к своим родным, друзья. Да, лишь бы не было. Лишь бы не было войны, мир во всем мире, дай Бог. Ребята, налетаем. Лучший шашлычник Анапы, как минимум, а только уже и самый экстремальный всей России. Готовил лично для вас, сам. Надо дышать вообще. Ты просто попробуй, ты сейчас с руками есть начнешь, не остановишься. Прям гарантию даю. Первый пошел и... Так и должно быть. Цеврики, цеврики, вот как они. Ну, ребята не могут так посмотреть. А, вот показывает, да, дистанционно. Сочный, вкусный. Артур, лучший шашлычник Анапы. Спасибо, что к нам приехал, навестил нас. Дай Бог. Вот так вот. Вот так вот депутаты всегда приходят и берут только для себя. Я, чтобы первым попробовать, что все в порядке, и ребятам все понравилось. Лишь на мне понравилось, а ребята от себя скажут. Понял, как надо готовить шашлык? А тут ты мне рассказывал про свой бизнес-план, и как у тебя не пошел. Даже на Днепре идет, ты понимаешь? Смотри очередь. Поэтому, знаешь, это... Артур, стой вазу. Каждый должен своим делом заниматься. Артурчик профессионал, я с этим не спорю. Артур, у тебя даже здесь очередь, смотри. Просто посмотри. Огонь. Это шпик. Сало для бойцов. Тоже вот передают. И как, ребятам нравится? Ну, ребята, как сало? Да уж. Сало, его всегда мало. Сказали, обалденно. Почему мясо сжарим не все, Артур? Ну, ребята, во-первых, многие находятся на посту, и не у всех получается прийти. За это мы решили один пакет оставить. Там килограмм 12, наверное. Ну, где-то так оставить. Чтобы меня уже сами пожарили, для других уже ребят. Как-то вот так, да? Ну, чтобы всем хватило, чтобы все покушали. Как-то так. На душу. Артур, ты сам доволен таким опытом? Желательно ребятам хорошее сделать. Приятно. Есть те, кому не понравился шашлык? Ну, конечно, я думаю, что вот здесь, конечно, верное время. Таких не имеют. А знаете, есть у нас такие люди, которые приходят, говорят, беспонтово готовят, мясо тухлое, невкусно. Это тухлопие люди. Им лишь бы оклеветать кого-то. Вот, мы тоже так себя думаем. Офигенно. Просто в таких условиях. Нам нравится в таких условиях. Этого не всегда, не каждый день здесь. Пошел в магазин и купил их. А раз в пятилетку кто-то приехал, привел с тобой. Очень приятно и вкусно. Я думаю, это же... Главное, чтобы последний раз, чтобы потом дома это все было, мужики. Довольно не в последний, а крайний раз тут. Я не в этому шашлычнику. Да. Дай бог, до встречи, наверное. Понимаете, вот каждый, кто сейчас это смотрит, что это благодаря вам, ребятам. Благодаря вашей поддержке. Потому что, ну, что не начни делать, это требует все огромнейших затрат. Спасибо вам, каждому, кто не пожалел там, не выпить сегодня здесь, сейчас какой-то кофе свой, а пожертвовал на то, чтобы ребятам сделать такие вот подарки от души. Тех, задача убежать, потому что ночь и ночь могут по тебе стрелять. Все, машина битком, один снаружи. И мы поехали. Дорогие друзья, мы добрались до следующей нашей точки. За время нашего отсутствия ребята умудрились здесь построить себе дом. Я, честно, сам охренел. Красавцы. Туча. Ну, мы с тобой уже поздоровались. Все равно еще расскажу, рад видеть. Взаимно. От души. Тебе привет от всей твоей семьи. Я знаю, у тебя три ребенка. И этого очень многого стоит, что даже несмотря на то, что у тебя трое детей, ты сегодня находишься здесь, на передовой. От анапчан, тех небезразличных людей, которые волнуются за вас, переживают, вам передали презенты. Дары Армении, магазин Гарик. И сын его Давид передали. Это магазин у нас на Владимирской, находится. У него сын в Нагорном Карабахе воевал, вернулся недавно. Знает, не понаслышке, что такое боевые действия. Вот передал вам тут сладости. Разные. Спасибо большое. Шай. Такие ангелочки. Для вас всех севрики, детки, сделали, передали. Спасибо большое. Ангелочкам. Они поздравляют вас с наступающим Новым Годом. В общем, передали. И вот, очень много коробок, вот одну только ели, вот достали. Написано, мы вместе, гимназия Эврика. И самое необходимое на фронт. Да, обязательно. Это нам нужно тут, да. Фигареты. В полевых условиях нам надо. А что ты смеешься? Такая вкусняшка. Желаю вам поскорее вернуться домой. Спасибо большое. Обязательно вернемся. у тебя три ребенка, не забывай. Да. Спасибо вам большое. Хочу передать привет всем своим родным, близким, моим детям. Я их очень сильно люблю и очень сильно скучаю. Постараюсь скоро вернуться домой. Всем большой привет из Анапы. Всем, кто меня знает, всем моим друзьям, родным, близким. Я их всех очень люблю. Всем большое спасибо за посылки. Мы все получили. Всем огромное спасибо. Ночные прилеты. Шучит. Где-то рядом. Шучит. Вот у нас заврал подъем. Пуся, подъем! Что значит, глаза привыкают? Сейчас вот потемноте уже прям чуть ли не как днем. Вот вам камера не может ни хрена передать. Но звуки были просто фантастические. Ребята уже все в подвале. Я что-то чуть-чуть не добежал. Сижу слушаю Днепр. Где-то вдали такие взрывы. Та-да. Причем, знаете, работа была с той стороны по нам. Говорят, долбил танк. Были слышны прилеты. Выходы отсюда под ним в обратную сторону. Жуть, конечно. Пойдем посмотрим с вами ценники в магазине, который находится на передовой. Здравствуйте. А дымашний яйцо? Ладно. О, водичка сладкая есть. А почему водичка сладкая? Вода. Да. 56,5, а двушка что ли? А двушка это вот эти вот, да, которые стоят? Да. Давайте двушку нам одну. Одну, одну. Тринодик, лон, 69, бумага, 25. Сигаретки. Ну, сигареты вообще дешево, да? Хотя нет, вот Marlboro 120. Нет, 96. Нет, 96 это гривны, а 120 это наши. Снизу рубли, да? Да. А яблоки 50. Ну, слушайте, сделайте мне пакет яблоков, а? А бананы, 150 карточка, непонятно. 20-30, да. Ну, конфетки. Алкоголя у вас получается нету, да? То есть нигде не купить, что ли, ни водки, ничего? Угу. В печальке. Вчерашние прилеты не напугали вас? Ночью? Да. Я спала. Я чего. Вот так вот, все уже спокойно спят, да? Чего бояться? Спасибо большое, все хорошо. Видишь, наверное, по-русски разговаривали. Ни одного украинского слова, цены в тех и тех валютах, то есть все в принципе хорошо, да? Ну, да. Вы знаете, однажды я иду сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Стреляет кто-то. Стреляет. Я подхожу, вот эта девочка, что выносит мне двигатель из автомата. Выскакивает оттуда. Вот такой, весь оброшенный, как обезьяна. А я кажу, о господи, да что ж это? Он стрелял вот по моему, по моему старому дому. О, как. Это не мой дом. Это дом строит дочка моя. Она живет в России, в Мурманской области, город Манчегор. А вот что оно, вот молодежь куда повыезжала? Отсюда? Ну, а тот парень, он уже нарезал лет пять в Польше. Ну, я смотрю, у него же даже знак дома, все так украинского флага, да? Да, это он как уехал, Мишенька этот, но он не слышит ничего. Ну, я не знаю уж. Мои дети, внуки здесь, дочка в Мурманске, дочка, внучка в Питере, вот он другой внук в Манчегорске. Одна дочка в Польше, что-то, внучка в Польше, другая внука в США. У меня очень много внуков, и очень много внуков ребят. Слушай, ну, а вообще вот солдаты жалуются, что как бы местные жители к ним, говорит, плохо относятся. Так ли это? Правда? Да. А вы не спрашивали солдат, как вы относитесь к местным жителям? Я вот то, что ребята рассказываю. Если вы стреляли, если солдаты вообще стрелялись, там племянница живет, моего мужа, с нее так снесло. Вот, женщина живет, ее 79 лет, у нее снесло. Там моя приятельница. Так нет, это же с той стороны прилетает, что снесло. Я не знаю, откуда они прилетают. С той стороны, Вы говорите, что с той стороны. Нет, ну я вот там иду, вот там, допустим, ракета стоит, и ракета прилетела оттуда. Правильно? То есть направление же видно, то есть удара. Ну откуда я знаю. Вы люди военные, понимаете? А я всю жизнь прожила здесь. Я здесь родилась, я здесь крестилась, здесь я умру. Здесь родились мои дети, и здесь мои. И вот какой-то, какой-то чума, вот такая приходит, вся, как обезьяна, и стреляет в мой дом. Чтобы мне было лет 25 назад, я бы удушила. Я с вами согласен, это неправильно. Я еще не говорю, что вот тот человек, у нас просто уроды есть везде. То есть напьются там. Я с вами согласна. Напьются там, еще что-то, каждый может там что-то исполнять. Так а как же это? Вот допустим, смотрите, я разобщался с ребятами, вот они говорят, что ваша власть не захотела вам даже свет восстанавливать, не воду, а солдаты восстановили, сделали. Это все вранье. Я не верю. Я не верю вашему Путину, и не верю ни одному россияну. Я и дочке своей не верю. Почему? Потому что она не верит. Ну это же ваша кровь, как можно ей не верить? Знаете, потому что она, насколько Путин, ну, обладает этой идеологией, что ли. У нас вот очень плохо с идеологией, так скажи. Я очень разочарован, что у нас очень плохо с идеологией. Вот серьезно. Конечно. У нас только в этом году, чтобы вы понимали, начали включать в школах гимн и флаг поднимать. Раз в неделю всего лишь. Один раз в неделю. Какая идеология? Если бы было ее... Вы понимаете, я позвонила дочке, как началась война, здесь вот такое. Что делалось у Мариуполя? Когда в Донецке, да, то есть с 14-го года бомбы прилетали, у вас как отношение к этому? Конечно негативное. Там тоже люди такие, как и мы. Вот я сейчас был в Донецке, где-то неделю назад, чтобы вы понимали, там до сих пор прилетают, прилетают в центр города. Я хренусь сегодня одного военного. Там даже военная формия. А Киев наш разбомбили? Что сделали с моим любимым Херсоном? А? Не было там. Я вас прошу. Вы не были? Так вот, А Каховка. Были? А Каховку не заезжал. Не были? Так вот, около Каховки, около Газа, с той стороны стоит городок Козацкий, Асатого Веселого. Там остались вот такие... Ну, разрушенные дома. И все. Один взят был Азайбарганец. Другой взят был Кацап. А Кацап это кто? Ну, вы, россияне, кто? А мы Кацапы? Ага, Кацапы. Почему? А что это значит? Ну, на нас говорят хохлы, а на вас Кацапы. Украинцы, я говорю, всегда. А мы хохлы. Вот видите, вы говорите, этот, политика, которая разделяет людей. Это что-то неправильно. Почему вы как-то от меня отвечаете? Скажите, молодой человек. У меня бабушка разговаривала точно так же, как и вы. Вот прям один в один. Значит, она была украинка. А в какой области? У нас вопрос заключать не в том, кто-то кем был. А в том даже у нас, понимаете, разделили, чтобы мы по-разному говорили с вами. Дочка уехала, да, в Россию? Она, да, она уехала еще девчонка. Нет, я имею в виду, то есть, а как вот можно собственно кровью перестать общаться из-за того, что она просто на другой территории живет? Она же не запускает. Например, внучка, ее дочка вышла замерзла индийца. И он мой самый любимый зять. Жена перегала. Я хочу сказать, что он три раза его терял, а я его берег, как зеницоха. Во всем, это вообще скажу, все я виноват, то есть, чтобы ты понимал. Балаклавы прислал подписчик мой скрина. Приехали они к ребятам. Лапши вам, чтобы кушать было, что? Нормально. Вот еще две коробочки. Это лекарства у нас пошли. Планшет, Анавско-индустриальный техникум. Огромное спасибо Анавскому индустриальному техникуму. Очень активно помогают. Это вот Евгения Юрьевна, директор, Анамарева. Черный. И Владимир Владимирович, Анамарев тоже. Спасибо. Вот АИТ просто большие. Огромное. Огромное спасибо. То есть, планшет, как сказал у нас этот парень, Балаклава, что пойдет для квадрокоптера с ночным видением. Специально, чтобы было видно. Все. Вот это. У меня был просто вопрос, почему не к телефону? Чтобы лучше видеть. Газ, ребята, были переданы. СТО-авторитет. Юрий Геннадьевич, привет тебе и респект. Спасибо большое, Юрий Геннадьевич. Капли для носа. Планшет, чехол, пауэрбанк. Еще газ. ЖК Красная площадь, Гелина, председатель, респект. Вот от ребят, передаем. Тут все, писак из 60 номинований разных лекарств. Спасибо огромное. Время помогать людям. Это очень круто, в зиму именно то, что как раз когда болеют. Конечно, вот здесь эти лекарства просто не пекут. Мы слышали, что тебе очень надо. Свечи. Когда выключают свет. Свечи. Это вам все. Спасибо огромное. Целая коробка сигарет. Ура. Мештяк. От нашей команды время помогать людям. От подписчиков Азаровского. Всем. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот этого точно не хватает. Вот представьте, вот ребята, просто когда мы написали за сигареты, многие очень плохо отреагировали. То есть типа вот там сигареты, то есть не так важно. А на самом деле сколько радости, гораздо больше, чем все. Сигареты наоборот очень важны. Я объясню так, что просто когда в этой обстановке ты начинаешь нервничать, мы там может быть там и улыбаемся, и шутим постоянно. Но тут просто по-другому не варианты. Это же мы детские. И когда ты очень сильно нервничаешь, либо ты бухаешь, как бы, а мы не пьем, либо ты и куришь сигареты. Чтобы успокоиться, чтобы просто понимали люди, там у нас на гражданке сколько важно. На курить? На самом деле курить очень плохо. Поддержка их в таком. Не курить? Это вредит здоровью, да. Так что нашему примеру не стоит. От администрации Анапы чуть хорошего человека и также главы Василий Александровича Швец. Вот вам Вибия Новый Завет передали ко всему, то, что мы сейчас разгрузили, еще плюс. Да, да, можно номер переключить. Чтоб вас Бог хранил, чтоб все живыми домой вернулись. А книжка хорошая. Он пригодится почитать. У нас ребята расспрашивали. Человек, который передал, сказал, что когда он был в таких же условиях, как и вы, на другой горячей точке, говорит, что читал Новый Завет и как раз таки помогло ему это. То есть воспринимает все то, что происходит с более нормальной точки зрения. То есть и благодаря этой книге он вернулся. Тимасеньки, а, Тимасеньки. Кис-кис. Ай, какие хорошенькие. Ребятам все передали. К сожалению, сейчас всех не можем показать, их здесь много, но они уже с утра выполняют свои боевые задачи. Вам удачи. Спасибо большое. Победы. Вместе мы сила, вместе мы победим. Спасибо большое. Вот так вот в деревне. Кстати, вот Днепр находится прямо рядом и указатель мины и тропинка идет. Сходи, говорит, туда. Можно вас поинтересоваться. Умеется ввиду, почему они уехали отсюда? Не опасно, не страшно. Тут у меня батьки старые. Ага. Ну, смотрю за них. А так, ну, куда тоже. Зима, куда. Ну, просто предлагали, вот 15-километровую зону, чтобы переехали, допустим, вы сами из Анапы, почему к нам не уехали? Много у нас с Херсона. Пока до нас не прилетало. То есть, пока не прилететь, не будете уходить? Ну, магазин у вас работает. Слава Богу, хлеб возит, да. Свет, вода. Есть. То нормально для жизни полноценно имеется? Как вообще вот относитесь к русским? Ну, что вот? Ну, как? Ну, вообще я не военный, вообще мне как бы, ну, вы, у вас своя работа. Я как бы не вмешиваюсь в это все. Я как бы мелкий человек. Вам без разницы, какая власть будет? Ну, как бы да, лишь бы в псу было, как бы, мир. Без проблем. Я ж не против вообще. Спасибо. Олег. Олег, спасибо за информацию. Все хорошо. Здесь, можете увидеть, находится вообще детский садик. И тоже осторожно, в мины стоит табличка. Вот такая она жизнь, видите? Туда метров 50 Днепр. Вот это Дом культуры, друзья мои. Смотрите, в него прислали привет с той стороны. Разбили его крышу. Погорели деревья. И с этой стороны, чтобы вы точно понимали, что это Дом культуры, то есть не какой-то военный объект. Я вам покажу тоже. Видите, колонны с выходом. Говорит, Днепру. Такая вот красота. Вроде бы небольшой поселочек. Жалко, конечно. И вот он сам, красавец. Это Днепр. Фантастические виды. Огромная река. Здесь у него ширина больше 6 километров. Мы ничего не знаем. Мы пенсионеры. Маслых рога кинем. Итак, дорогой Артур, ты сегодня у нас проснулся ночью и услышал, как танк долбит по тому месту, где ты находишься. И как дом дрожит. Да, это с ума сойти, да. Все побежали в подвалы, конечно. Давай по-честному говорить. Артур сам убежал в подвал, бросил меня бедного несчастного. Ну, просто такой медлитель на самом деле в этот момент надо сразу бежать. А Юра, блин, пока бронежилет оденет, да? Как мне это, солдаты объяснили, давай сразу туда, сейчас и туда придут. Как ты вот так? Я спрашиваю, Артур, почему ты меня бросил? Давай, не как на войне, говорит, никаких вариантов, да? Шашлык, шашлыком, админ каждый бежит, кто быстрее. Правильно? Ну, во-первых, мне там сказали, сразу давай. Примерно, да. Ну, что ты отмазываешься? Это скажи, как есть. Что ты интересуешься? Я говорю, как есть. Просто он просто медлительный. А на войне нельзя было с медлителем. Вот и все. Да. Как-то вот так. Я бы сказал, пить будешь, что-то нет? Уже с таким образом, нет. Ну, здесь ничего статова нет. Эта война, это страшно, конечно. Не дай бог. Вот Артур говорит, теперь понимает все то, чем я не рассказывал и сам говорит, что об этом рассказывать ничего не будет, да? Нет, это... Все, что здесь на самом деле видишь, что самоседия лучше никому ничего не говорить. Самое интересное, что сегодня с утра не было доброе утро, мы до сих пор еще не слышали прилетов, потому что наша арта ответила этому танку так, что там мама не горюет, рожала все. И после этого наступила прям, знаете, какая-то мирная, прекрасная тишина. Только через Дона был слышен. И все. Дай бог, мертв всем. Дай бог. Дима, вот ты сегодня тоже проснулся, точнее, я думаю, что у вас, скорее всего, первый Амазас проснулся, начнем паниковать, да? Я первый проснулся, я как раз Амазас стал очень крепкий, хорошо, сладко. Я его рукой нашел, растролкал, ну, жахнуло хорошо, и я понял, почему спальный мешок, который мне здесь выдали, я понял, почему он был разорван до половины, потому что, если бы он не был разорван до половины, то сегодня бы он стал разорван до половины. Я из него вылетел очень-очень быстро, влетел в свои ботинки и полетели в подвал, в общем. Там спрятались, ну, взрахало хорошо. Понял, почему я предлагал, давайте ребятку сразу ляжем спать в подвале. В подвале было спокойнее. Честно, на душе сразу стало спокойнее в подвале. О, смотрите, ребята, расстрелянная машина. Просто хотел Дмитрия Сергеевича прокомментировать, действительно, он проснулся раньше, когда меня разбудил, такой крохот стоял, что стены трещали. Я сказал, быстро подрываемся и в подвал. Мы, то есть, уже спали, одеты, выскочили, ребят тоже разбудили. Очень трудно было разбудить наших водителей, так как они крепко спали, уставшие ребята были, но в итоге оказались в подвале и самое интересное, когда мы туда спустились. У нас доживю случилось. Ребята говорят, слушай, мы приехали второй раз и нас туда жестко помпят. Я говорю, это плохая примета, пусть она больше не повторяется. словами просто не передать, когда потерь долбит из танка, причем очень быстро перезаряжается, надо быстро прятаться. Как передать словами, когда твой друг тебя бросает и исчезает в ночи? Как ты подвал нашел? Я не знаю, Артур, вот без меня. Без комментариев. Да, тут страшно, ребята, никаких претензий для этого. Это просто шутки юмора ради. А так я вообще не спал, на самом деле. Он не мог уснуть, я его уговаривал спать, да, он сидел и не мог уснуть просто, потому что немножко жутко. А потом все-таки только прилег и начались прилеты. Здесь мы нашли место, где можно ставить Артура. Он тут очень понравился, ребята, тут своя заправка, они ее держат, но бензина на ней нету, к большому сожалению. Полный баллон газа. Ну, у нас газ некуда заправить, а так бы мы забрали немножко газа. Классные пацаны, везде со всеми общаешься. Ребята, тут прям вообще от души. Хочу показать, ребята, у нас трагедия. Колесо спускать, надо прям срочно сделать. Тут беда. Ребята, такие вот моменты у нас в жизни происходят. Сейчас сделаем колесо, надеюсь, что поедем дальше. Попросили, чтобы нас без очереди чуть-чуть пропустили. Надеюсь, нас люди поймут и простят, потому что нам ехать еще далеко едем, кстати, в Энергоград. Вот какие пищели. Вот так вот. Когда есть время, ребята делают вот такое творчество. Чем тебе местные жители здесь не понравились? Все-таки одинаково, да, кто-то, понятно, что неприязнь, да, понятно, они у себя находятся, все. Но в любом случае, в любом случае, когда все вот так смотрят, верно жить и все. Разницы нет. Какой ты там, на самом деле, на слифтоке, Угу. А я покажу, чтобы мир был. Ну, тебе понравилось, что на тебя плохо смотрят, да? Ну, есть моменты, да, Ребята, вроде бы, пошли ремонтировать колесо. Украинские флаги до сих пор висят. Даже на войне есть место для лирики. То есть, пока вот такие события встречаются, вот Женя написал несколько прекрасных строк о том месте, в котором мы побывали, где ребята наши живут на берегу Днепра, в землянках. Вот послушайте его. Любовь, сильнее распаляется к тебе любимый уголек, и мира я хочу вокруг, и чувствую, он недалек. И пусть вокруг сейчас творится суета, бронетехника гоняет, как орда, отлеты слышатся вблизи, с автоматами гуляют мужики, а псы все так же есть хотят, и колбасу безбойзно прям с рук едят. Строители ремонтируют мосты, депутаты разводят ништяки. Солдаты ждут анапский караван, ведь он из дома везет тепло, сердец их мам. По душе Жень, получилось прям супер, мы немножко его подкорректировали, вот так красавчик, заходит. Хочется вам немножечко показать вообще обстановочку, как это здесь все происходит, ничего необычного, просто гоняет батарею. Погнуты диски, чуть-чуть подрихтовали мы, ну, радует, что взяли всего лишь 50 рублей, но мы дали 100. У нас вот ребята говорят, что за эту бы работу в Анапе бы дали бы сколько? Ну, 308 рублей. То есть, ну, вот такие разницы в ценах. Начиненные пункты я не называю, мне постоянно все пытаются узнать, где мы находимся. Хотел еще поблагодарить за вот этот термос, он большой, классный, вместительный. Спасибо огромное мою соседку, благодаря душе. И еще другая тема, я нашел свой термос, который был там, то есть у нас два термоса. Если надо, я могу ваш термос вернуть, хотя вот благодарности даже депутатов могут быть. Есть благодарности. Термос офигенный. Спасибо. Едешь, едешь, и тут танк мимо. Если мы вас будем удивлять такой техникой, как танки, тигры, вам это интересно, я напишите. И можно так выдохнуть. Ребята, мы добрались до следующих наших точек. Это Запорожья область. Мы едем в Энергоград. Той стороны у нас Днепр. Здесь мы едем, постоянно видим прилеты, очень много военной техники. Жутко просто. Как у вас просто ощущения? Побитая табличка так включает. Видите, она пострелена, эта табличка. Так, ребят, кто-то едет, аккуратнее. Это дом, который разнесло чем-то очень большим. Возможно, тот же самый Хаймарс. Это же Запорожская область. Ребята, заправляем наши машины. Здесь бензинчик стоимостью. стоят очереди на машины. Большое количество людей. Работает, кстати, от генератора, то есть здесь у него генератор. Нет цены на топливо. Можете посмотреть. Здравствуйте. Вот такие. В принципе, заправку найти реально, и топливо здесь в наличии есть. То есть здесь все работает. Конечно, немножко напрягает, что, ну, как-то мы ехали один момент, здесь вообще не было на дороге машин, но потом они появились мирные. Ну, не так уж и много. Мы находимся уже в районе Энергодара, и, как вы знаете, там он постоянно под минометными обстрелами. Очень много едем. Домов поврежденные, вот один из них я показал ранее. Ну, что сказать, ребята, мы на передовой, здесь идет война, но жизнь не останавливается этим мирным, мирным. Остановились еще вот в одном поселке, пообщались здесь с местным жителем, здесь в основном все разговаривают на русском, по связи спросили, что тут работает, у всех уже практически российские номера. То есть он что там раздобыл? Да по дорожку, колбаски, хлебушка. Хлебушек и колбаски мы прям очень любим. Местные жители доверяют. В общем, жизнь здесь есть, и едем дальше. Мы добрались до одного местечка, которое вызывает, наверное, самое большее содрогание в моей жизни, моего сердца, потому что это все очень тяжело и очень необычно от того, что происходит. Вы можете увидеть как раз таки вот эту надпись «Энергодар». Это символ того, что может случиться, и не дай бог это случится, оно может докатиться и раскатиться по всей нашей необъятной стране. И как бы хотелось, чтобы это не происходило. Искренне говорю этому всем и от души. Дай бог, чтобы все было все хорошо. Кто-то понял, тот понял. Кто не понимает, о чем я говорю, тот, наверное, никогда и не поймет. Ребята, мы сейчас находимся в Васильевке. Здесь самый такой серьезный пункт. Что было показательно? Мы этого не видели нигде, но мы приближаемся к Донбассу. И сейчас мы едем, и нам идет навстречу мама с ребенком. У нас машина не особо военная. Видно, что мы сидим в военной форме. там буква Z на нас, и ребенок вот так вот намажет ручкой. Вот вам другое воспитание, вот вам другие люди. Вот здесь уже хочется говорить о том, что это русский мир. Здесь Русью пахнет. Вот такие эмоции приносят просто ребенок, который помахал. Хотел вам показать, ребята, посмотрите, как уничтожаются машины и что такое пострадавшее транспортное средство от прилета. Вот это газель. Так выглядит. то есть все разорвало нахрен. Но представьте, что здесь были люди. Жесть, просто жесть. Смотришь, в это вообще не верится. Вообще нереально было выжить, мне кажется. Вот выглядит дорога на Токмак. Сейчас у нас погода, очень радует, что нам повезло именно с такой и тепло, и только что прилет проехали очередно. Тут, конечно, последствий войны прям очень много. Видно это все. Вот, смотрите, прилет был прям в этот знак. Мы немножко с поворотом ошиблись. Наше сопровождение чуть-чуть оторвалось от нас. А так я хочу тоже выразить огромную благодарность всем тем людям, которые нам помогают в этой дороге. Спасибо за обеспечение нашей безопасности от души. Просто без комментариев военная техника. Жуть. Вон еще один. здесь бои прям вот только-только. Как это страшно все выглядит, ребята, просто жуть. Такая вот история вполне себе нормальная, да? Танчик. Смотрите, ребята, просто жуть. Просто жесть. непонятно даже, что это. Вон, башня валяется, этот танк был. Вот, вот, ребята остановили нас, точнее, на посту. Откуда вы сказали там? ДНР. Сказали, что вот у них прям проблемы со сладким и будут рады видеть, потому что вот все, к кому приезжали, они говорили, что сладкого достаточно. В общем, ЖК Магнолия передавал им такую прекрасную елку полностью из конфет. Из конфет полностью, да. Поэтому наступающим нас, пацаны. От души. Спасибо ЖК Магнолия от 5-го батальона. 129,5. От души, ребята. Вот такая красота, ребята, просто фантастика. Берегите, это все реально из конфет. Ребят, на Новый год. Берегите. Спасибо. Понял, от души я всех показывать не буду. от души. Но это очень круто. Мы добрались до крайней точки нашего путешествия. Это друзья Токмак. Тоже довольно-таки горячее место. Будем надеяться, что здесь мы сможем сейчас быстренько разобраться, что кому куда. Фух, как говорится. Улицы перекрыты. И самое страшное, что сегодня был сюда прилет. Мы уже приехали 3 часа 21 минуту. Нам надо очень быстро все раздавать. У нас тут несколько точек доставки в районе Токмака. Но они вот большие посылки. Будем надеяться, что мы сможем это сделать и успеть отсюда уехать. Потому что ночевать в поселке, в которой бомбили буквально сегодня не особенно хочется. Ну, смотрите, все перекрыто, все улицы. То есть сюда технику где-нибудь перекрыли, плитами перерыли. То есть, ну, прям боевое, так сказать, место, где происходит столкновение. Танчики наши. Это наши люди. Кост, ну, второй, да. Второй писался на вас. Спасибо. Так, давайте разгрузимся, чтобы у нас просто по времени мы вообще нам надо еще найти там пару человек. Давайте это кофеючку. Поближе. Быстренько зайдете, попьете. Именно нет. Нет? Нам уже пиздец по времени. Да? Ну, если в ночь не уедем, у вас тут танки, прилет, налет. Ну, что ты, Артур, твои эмоции? Когда рядом с тобой танки? Ну, еще, когда рядом с тобой выстрелы происходит, дыро, когда ты находишься в зоне боевых действий. Боже мой. Девочки сегодня. Вот наши ребята. Мы их нашли. Мы их нашли. Это самое главное. Ребята, доставили все посылки здесь. Этот такмак. Не будем говорить больше, где это именно, но вот эти ребята, на кого это приходило. Спасибо, парни. Огромное спасибо Юре, его команде. Ребята бравые, молодцы. Все время, все это время, пока мы их ждали, были на связи, мы совместно, как бы сообща, друг друга пути сопровождали. Огромное спасибо Юре, его команде. Огромное спасибо городу Анапе, всем спонсорам, которые помогли какой-то копеечкой. Здесь это нам действительно как бы очень помогает, то, что привозят каждый пряник, каждая пачка чая, каждая пачка сигареты на весь золото именно вот здесь, где мы находимся. Большое спасибо вам всем. Поэтому огромное всем спасибо. Вас с наступающим Новым Годом. Выбраться тоже не получается. Всем здоровья, вы должны вернуться домой поскорее к семье. каждый это желает. Всем понимание. У всех дети, у всех жены, у всех дома, как говорится, все поставляли. Мамуля, привет. Находим. Спасибо огромное. Я честно очень радовался, что мы вас нашли. Прямо пипец как. Потому что мы заезжаем, связи нет, ничего нет, и мы начинаем прям пипец гонять. Сейчас появился, вот благодаря вам, я выхожу еще на одного человека. То есть, ребята, здесь Wi-Fi просто у нас. Я не понимаю, я говорю, вот он мне уже ответил. Мы едем в сторону Токмак. О, ну все, слушай, мне координаты нужны, где ты будешь, или попробуй звониться. Всем, всем привет. Слушай, мы сейчас туда, может быть, кому еще закончим. Танки, что вы тут узнали? Да, сейчас стоять с ребятами разговаривали, танки белорусские, батька, говорит, дал. Вот их привезли, четыре танка здесь стоят. Сейчас пойду прямо на линию они польщики. Фух, ну ты бог, чтобы, ребят, все было хорошо. Тут все достает отсюда уже. Вся тренер достает. И есть, передавая, дальше серая зона правильно называется. Бьют по Токмакам. Сейчас мы, ребята, едем в поля, ну, потому что кому-то везет, кто-то имеет возможность в брошенных домах закрепиться, а кто-то живет в лесах. То есть, ну, у всех все по-разному, поэтому сейчас мы вот выезжаем в поля, и главное, до темна найти еще нужных нам ребят. Это очень-очень важно. Дальше только Ми и поля. Это, как говорится, здесь обитает пехота, царица полей. Ну, сказали, что Мин вроде бы вот на этом направлении нету, но ехать надо след-след. Мне кажется, Артурчик, расскажи, что тебе рассказали интересного. Почему? Что-то такой необщительный тут стал. всем привет. Ребят, да все будет хорошо. Блин, дай бог, чтобы все вылезло. След-след, то есть, не в коем случае, вернешь куда-то, может, не дай ехать. Пацаны, вот это, тяжелое здесь. Чтобы вы понимали, куда мы приехали, это вот просто тупо лесополоса и писяц. Все ребята говорят, что не совсем все печально у них, более-менее жить можно, так что тоже не переживайте. Мы единственное, поздно приехали, ведь мы туда в лесополку не пойдем, чтобы показать, в каких условиях там живут. Передаем все, что просили, поэтому надеюсь, что поможет это им все. Наших ребят долго? Наших ребят 17 человек здесь в полосе, да. Представь. Алексей, только Токарчук Алексей. Все хорошо у нас. Привет всем родным, близким, жене. Катя, посылка полностью по спинке. Все дошло, все отлично. Все отлично. Все пришло. И петечка. И петечка. Как у вас вообще с жильем? Все нормально? Да, землянки оборудовали, все, как раз печечки не хватает. Сейчас поставим и все будет. То есть печечки и трубы приехали. Петечки в трубу. Трубы пришли. Гимназия Еврика от 6-й школы. ЖК Красная площадь. И вот наше движение называется Время помогать людям. С наступающим Новым годом. Все. Понял. Спасибо. Победа и скорее домой вырву. Красавцы. Вернемся скоро. Вот, ребятки, смотрите, загружается все сюда вовнутрь. Здесь очень много наших анамских ребят. Оказывается, все. Тут, как говорится, пошла. Держание пошло. А кто в лице меняется, с каждым разом все больше и больше. Брат. Брат. Я бы что, пара, слушай, нам бы сказали не скапливаться. Быстрее. Да, да. Тут. Нам надо отъезжать. Все у нас. Амазас, не может, ребята, не проститься. Блин, это все наши. И даже меня знают. Это вообще приколь. Это Заровский. Да все, Артурик, Артурик. А у нас, по-завидите, Амазас или как? Да, Хэнс не пускай остается. Азамас. Азамас. Ребят, привезли вам подарочки, презенты. От жен передали посылочки. От школ, от наших деток. От четвертой школы, от Эврики, шестой школы. Наше движение, время помогать людям. Юра, Заровский, команда. Вот все вам приветы от Анапы. Пацаны, спасибо за то, что вы сделали. Спасибо большое. Скорее вам вернуться домой. С наступающим Новым годом. Здоровья от Северного сердца. Спасибо большое. Спасибо большое. Победа будет за нас. Жене привет. Жене привет. Дочке привет. Я вас люблю очень. Так самое главное возвращайтесь, ребята, живыми и побыстрее. А вот командирам, которые мимо проезжают и хер помогают ребятам, козлы вы просто, слов нет. Возвращаемся обратно, ребята. Прям печалька. Так, мы вернулись обратно сюда, к полосе леса. И у нас еще лапшин нашлась посылочка, которая оказывается, что тоже походу вот в эту лесополосу. Лидия поручение выполнил, мужу передал посылочку. Лидия, привет. О, вот. Посылочка на месте. И от нас ему тоже презентики с наступающим. И мужикам тоже, спасибо. Нашли, так что... Такое ощущение, что не ждал нас. Кто? Я целый день ждал. Да, а тут телефон. Сложная была, пока нашли. Телефон названил, а тут начинают перезвонить, сюда обрывают связь. Ну, видишь, даже в таких условиях мы смогли тебя найти. Ну, вот. Как вообще условия вашей жизни здесь? Нормально. Терпимо. Терпимо? Да. Правильный ответ бойца. Терпимо. Терпимо. Красавчик. И мы завершаем, ребята, сегодняшнюю ночь. Это уже десятый пункт выгрузки. У нас десятый, последний. После вас мы уже в свою сторону едем. Мы очень рады, что вас нашли. Мы долго искали. Пацаны, удачи вам. Вот, значит, от родных передали вам коробочки. Тут очень ценный груз. Огромное я хочу сказать спасибо своим родным и близким, которые упаковали все, сложили все аккуратненько. Через Юру, через его команду отправили. Ребята очень молодцы такие. Старались, добрались. И целый день меня искали сегодня. Всем спасибо. Давайте. С наступающим Новым Годом, пацаны. Вам удачи. А скорее вернуться домой. Обязательно. Целости и невыдивости. Будем стараться. Слушайте, вот как-то так заканчивается где-то на войне наше путешествие. Но оно не заканчивается. Конечно, нам еще 300 километров только до Крымского моста и потом еще. Но сам факт того, что передача посылок сделана, ребята. Он уезжает. Машина спицу, ребята. Идет дождь. Зима уже вовсю. Погнали. Тан-тан-тан-тан-тан. Это можно так раз-два. Итак, дорогие друзья, все остатки нашей команды, потому что два человека уже вовсю гонят на принципе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, давайте будем думать о том, что мы сейчас пока никак едем домой. У нас пока никак едем домой, без санкетирования. Да. Начинается дождь, сейчас пойдет мороз, будет гололед. Как? Нет, на самом деле, он уже все передачи. Даже меня им, кажется, на зиме, и раздомороз. На самом деле, да. Ты все что-то хочешь сказать? Давай, говори, наконец-то тебя подперло. Артур, давай. Я покажу по первому каналу, давай. Нет, я с лобами говорю, на самом деле, ребят, в первую очередь, да, всем добра, дай Бог, чтобы они все живо, здорово вернулись домой к своим близким. То, что как это все происходящее, я увидел, на самом деле, это невозможно передать. Но, но как это все, мы отмыслили, но это было, да, от души, но это все, я не знаю, мне казалось, это все просто, но это не все просто, ребят. Это не просто приехал, отдал, это невозможно объяснить, братан. Но лучше не говорить. Слушай, столько говорю, как ты лучше не говоришь. В общем, хочется, во-первых, поблагодарить всю команду, время помогать людям, и наших девочек, которые у нас в Гостогаевской пункт, Новороссийская 100, на Красной площади девочки работают, всем, всем, Геля, Алина, Вика, вот вы упаковывали ребятам подарочки, от школ подарочки, от Эврики, от Шестой, от Четвертой, от Второй, там все участвуют, все, кто передали, жены, матеря, всем привет от бойцам, здесь работала прям большая команда, все вы увидите в видео, все наши приключения, спасибо Юрию, он от души старался не пропустить ни одного момента, наши водители, Дмитрий Сергеевич, Загвоздин, Рома у нас на Газели был, Миша у нас в УАЗе, пацан гнал, простыл в нем, ночевал, то есть это прямо, знаете, все пропускные пункты, сколько мы прошли досмотров, сколько мы показывали документы, нас проверяли, жмонали, тут все очень жестко, и главное, что все бойцы получили свои посылки, и мы сейчас уже возвращаемся домой, чтобы продолжать выполнять свой долг, у каждого свой долг, но вместе мы все одна команда, работаем. От души, ребятки, благодарим всех вас, кто вообще виновен в том, что мы здесь, потому что без вас мы сюда вообще, в принципе, не приехали, и каждый ваш рубль, который мы потратили здесь, ушел на то, чтобы нашим ребятам стало легче, а легче им, когда вы о них помните, это прям на сто процентов. И самое, что хотелось бы главное сказать, что вот существует вот это направление с именно движущимся фронтом, это вот Запорожская, Донецкая, то есть, которое надо стараться именно побольше помогать ребятам, потому что вот там уже мы видим, что обустроились, у них уже становится, как бы быт налаживается, все нормально, ребята делают свою работу, а здесь вот под ночь мы увидели, что есть вот много моментов, в которых надо ребятам помочь. Вот там Азас проздал визиточки. И тут один момент, добавь, пожалуйста, что с сегодняшнего дня мы официально заявляем, мы побывали на всех фронтах, во всех областях ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон. Так, всю передовую линию проехали, вот я вижу, что надо дать больше помощи именно направо нам. Ну, по крайней мере, мне хочется направо. Там стало жарко. Все, мы уезжаем, мы сейчас двигаемся на Мелитополь, хотел еще снять видео про него, но, к большому сожалению, вот на улице вот так вот. Вот так вот. И следы от воронок, от прилетов. Ладно, доедем до Крымского моста, запишем еще концовочку. дайте порт нам до туда добраться. Итак, Дмитрий, расскажи о своих вообще ощущениях, все, что с тобой видел, как есть, как говорится. Да? Я думаю, все, я врубку, все, все, О, спасибо. Ощущения сейчас есть такой приятной усталости. Нервы хорошо так опустили, уже все стало спокойно. И самое главное, это усталость действительно приятная, потому что увидели глаза людей, ребят наших, которые находятся на самой передовой. И эти глаза были очень довольны и счастливы от того, что им, ну, в общем, привезли, на самом деле, простые вещи, приветы. Какие-то, на самом деле, очень простые вещи. То есть, там не было ничего сверхъестественного, но это было приятно, это было тепло, это было прямо вот, как Юра говорит, от души, на самом деле классно. И всех призываю включаться в такую работу, она не зря, она хорошая, нужная и полезная. Поэтому будем собираться в следующий путь, поедем дальше, будем нашим пацанам везти все, что возможно, привезти и доставить. Евгений, мы понимаем вас услышать. Время Z наступило, в воинах ваших поддержки вся сила. Всем добрый вечер, это было на самом деле все напряженно, но она такая приятная была напряженность, на самом деле, да, само собой, страшно, стреляют, это правда, но для них это так было приятно, когда и приветы передали. Спасибо, конечно, всем за ваши приветы, за ваши посылочки огромные. Ну и помимо этого, когда проезжали мы посты, мы отдельно всем ребятам тоже посылочки давали, ну им было на самом деле это очень приятно. Дай Бог, чтобы все вернулись к своим родным, близким, живо, здорово, с Богом как-то вот так. Ну, а так все было напряженно, да, мне было тоже приятно, конечно, даже когда я этот шашлак жарил, я просто в верхних глазах радость была, когда вот приехали, для них что-то ты делаешь, их не забывают. Как-то вот так, что могу сказать, спасибо всем, педагогим, что вернулись живыми, здоровыми к своим близким, родным. Как-то вот так, с Богом. Спасибо вам. Наша замечательная поездка подходит к концу. Сейчас уже три ночи где-то, суббота, и, заметьте, выехали мы в среду, а сегодня уже суббота. Все это для нас пролетело как один день. Вправду, когда ты возвращаешься оттуда, пересекаешь границу, у тебя какое-то идет расслабление, какой-то эффект такой, как будто ты телепортировался из одного измерения в другое. Там все как-то напряженно, как-то вот в тонусе, здесь ты расслабляешься, уже здесь другой мир, другие законы, по-другому все работает. Передать все это словами невозможно, только когда побывал ты там. Раз вы смотрите это видео, вы уже много увидели из того, что с нами произошло, из всяких моментов, все, что мы прошли, а это огромная дистанция, много часов подготовки, это работа большой команды с нами, которые все это сопровождали, упаковывали, доставляли. Работа, она благодарная, благодарная она потому, что, когда мы раздали посылочки, не успели еще уехать с территории СВО в чат и посыпались благодарности от жен, от матерей, и мы действительно это ощущаем, насколько необходимы вот эти вот все действия, которые мы совершили, поэтому все, что делается, оно делается уже с какой-то легкостью, ты понимаешь, что сейчас у тебя усталость сильная, легкая, но если бы меня спросили завтра, поедешь ты снова, я бы сказал, да, я поеду и повторил бы именно этот же маршрут, а может быть еще больше, потому что с каждой поездкой туда ты как-то взрослеешь, ты сильнеешь, ты растешь, духовно, ты очень много понимаешь новых моментов в жизни, которых ты до этого не знал, время помогать людям. На самом деле спасибо вам, что вы молились с вашими молитвами, спасибо. За поддержку, спасибо. Начиналось все с того, что мы стояли вот в этой пробке, а заканчивается, что мы едем с этой стороны без пробок, и обратно мы, кстати, Крымский мост преодолели прям вообще легко и непринужденно. Получается, в ту сторону людей едет гораздо больше, чем в обратную. Интересно, куда они все деваются. Ладно. Вот каждая поездка, это уже была четвертая, приносит что-то такое интересное, новое в жизни. Находятся новые места, прям смотришь на все немножечко с другой стороны. Вот правильно было сказано, то, что взрослеешь, начинаешь задумываться совершенно о других вещах и местах вообще того, что происходит, как кто ведет себя вот в этих ситуациях, которые там происходят, потому что там каждый, так сказать, раскрывается на все сто, двести, триста процентов. и хочется всем только одного, чтобы как можно быстрее настало мирное небо для всех. Ребят, я уверен, что это и на нашей стороне, на той стороне, и во всем мире. И всем вам этого желаем. Хочу выразить благодарность всем людям, причастным, кто был у нас за рулем, кто у нас помогал просто финансово, кто у нас просто, как правильно сказал, Артурик молитвами, своими словами, комментариями поддерживал. То есть, каждый человек вносил свой вклад. Даже, может быть, кто нас ненавидел и проклинал, благодаря кому мы только в начале своей поездки пахнули колесо, тоже принес свой, так сказать, вклад, потому что сделал нас сильнее, мы все испытания прошли, и сейчас находимся на финичной прямой к своему дому, но это не конец, это лишь только начало пути. Ребята, если есть возможность, поддерживайте наших солдатам и обещаем, что еще туда вернемся, чтобы сделать их жизнь легче. Мы нашли сейчас новые направления, в которых очень сильно нужна ваша помощь, и сейчас уже больше видна вся картина того, где уже стало лучше, от того, где все только начинается, и градус там гораздо больше. Вы в этом видео не увидели 90% того, что там происходит и как это все звучит, потому что здесь видео не об этом, а о том, как мы помогаем людям. Не я, а мы все вместе с вами. Спасибо огромное еще раз за то, что потратили это время. Но я думаю, что вы тоже смогли через экраны прочувствовать вообще всю эту боль, которая сейчас творится в нашем мире. С вами были обычные пацаны из Анапы. Всем, ребят, пока. Пока. Рынский мост, ребята. Снова он с нами. Красота, Арчик. Редактор субтитров